Проснись, мистер Гвен. Проснись, нагонять на тебя визуальной жути или выпрашивать скупую слезу. Таких видео валом и это не одно из них. И потому ролик будет изобиловать милыми и няшными вставками с животными и природой, чтобы смотреть тебе его было приятнее. Да и фильм этот хоть и имеет основу для данного видео, однако вместе с тем его тема является лишь общей декорацией для некоторых размышлений. А вспомним мы сегодня и про Сэма Голда из фильма «Револьвер», и про таблетки из «Матрицы», не забудем даже видеоигры, социальные явления, религию, науку, юриспруденцию, в общем, чего тут только не будет. Ну и сразу обозначу один момент, быстро не поедем. Все видео это, знаете, такое большое рассуждение, некий затянутый философский диалог и в нем, как и в каждом подобном рассуждении, самую главную роль играют детали. Тонкости и мелочи, скрытые от беглого и поверхностного взгляда, но представляющие главную ценность. И к этим так называемым мелочам, как вы понимаете, просто так с наскоку не подберешься. И потому, хоть я и постараюсь, насколько это возможно, вас не утомить, но все же ролик едва ли носит развлекательный характер. Это не обзор, который можно промотать, чтобы словить итоговый спойлер, и несмотря на то, что где-то вам может показаться что-то подзатянуто, а где-то нужно слегка додумывать самому, но поверьте, я сделал все, чтобы вас не разочаровать. Тонкости, нюансы, выводы и прочее, все будет на уровне, как вы любите и как люблю я. Но все это будет не сразу, и за мыслью придется действительно следить. Это видео не фастфуд-контент, созданное ради хайпа, просмотров или лайков. Оно создано мною со всей тщательностью и со всей любовью для тебя. Не для меня. Для тебя. Еда лишь одна из многих действительно сложных тем, будь то история, наука, происхождение человека, космос, жизнь, смерть и так далее. Все они так или иначе переплетены меж собою и составляют фундамент так называемой современной матрицы, нашего представления об окружающем мире и самоопределения в нем. И так уж вышло, что ко многим явлениям отношение у нас сформировало силу тех или иных непроверенных факторов, как некое однозначное и не требующее пересмотров даже до такой степени, что и самой мысли об этом взгляде попросту не возникает. Представьте, что вам необходимо сформировать некую пирамиду ценностей у одного человека, группы лиц или даже огромного социума. В основе этой пирамиды лежат те взгляды, которые имеют максимальную устойчивость и важность, а их кардинальные изменения, подобно разрушению, могущее повлечь за собой цепную реакцию, которая может привести к распаду всей системы. И соответственно наоборот, чем ближе к вершине пирамиды, тем менее катастрофичны последствия изменений. И позвольте высказать мое личное мнение, если бы я был устроителем или бенефициаром подобной системы, первое, что бы я попытался сделать, так это вообще скрыть фундамент настолько, насколько это возможно, чтобы ни на один из ее основных так называемых камней даже и не покусился любопытствующий взор ее участников. Ведь прикиньте сами, чего человек не видит, того не существует. Его представление, чего не существует, на то он не реагирует. Но в действительности оно есть и оно воздействует. Скрыть основы можно по-разному. Например, заложить в обществе взгляды о том, что важное это не важное, а не важное-важное. Или облечь некий информационный пласт отличным от истинного содержания оболочкой. В общем, варианты есть и даже в критической ситуации, пока целая хотя бы одна из частей фундамента, пирамиду можно отстроить вновь. С другой же стороны, если есть необходимость заменить чью-то защищенную пирамиду ценностей, то начать можно с самой верхушечки. Или с того, что имеет наибольшую уязвимость, аккуратно подбираясь к более главным деталям. Как конкретный пример подобного воздействия, мы можем лицезреть на том, как, скажем, прогрессировала в нашем социуме похоть. Постепенно влияя не только на количество и качество, если так можно выразиться, вожделение, но и, как следствие, на остальные социальные элементы. Как это выглядит в разрезе? Чем раньше человек начинает интересоваться этой темой, тем меньше он интересуется самообразованием, так как этот основной инстинкт, подобно паразиту, захватывает полностью его внимание и смещает желание с вектора знаний в сторону вожделения. Далее уже более ранние роды, более острая нужда, следовательно, опять же, смещение приоритетов с образования, в заработок, ну и так далее. Это очень-очень грубо и очень-очень кратко. Кстати, вероятно, именно по этой причине ранее учреждения мальчиков и девочек были разделены. Если же говорить о современном мировом социуме и основной темы данного видео, то еда – это, пожалуй, один из краеугольных камней в его фундаменте. Настолько глобальная и давно уже скрытая от взора размышлений деталь, что если хоть слегка ее откопать и попытаться рассмотреть повнимательнее, можно очень удивиться от сделанных наблюдений. Ну вот, к примеру, можно умереть от одной лишь капли яда, испортить бочку меда одной лишь ложкой дегтя, в ее силах улучшить или ухудшить состояние здоровья целого мирового сообщества. И вот вопрос. Если еда имеет такую силу влиять на наше физическое состояние, возможно, она незаметно для нас влияет и на наше внутреннее самоощущение. Хотя, впрочем, почему возможно? Она и влияет? Скажем, если слегка отпить алкоголь, меняется мышление, настроение, приоритеты, да и вообще человек в целом. А если откушать лишнего, так на месте, казалось бы, хорошего знакомого, иной раз можно увидеть совершенно незнакомого козла. Хорошо. Но если мы можем наблюдать резкое изменение в поведении от потребления того или иного продукта, не может ли случиться так, что изменений более медленных мы не заметим? Подобно лягушке, которая не ощутит, как сварится в кипятке, если постепенно увеличивать температуру воды. И есть ли вероятность того, что на месте этой лягушки оказался современный социум? Думаю, все вы слышали поговорку «в здоровом теле здоровый дух». А теперь представьте себя так называемыми агентами матрицы, одна из основных задач которых – это как раз-таки контроль того самого духа. И тут не надо уж, простите за жаргон, упарываться в антирелигиозные настроения и тыкать пальцами в слово «дух». Мы ведь все прекрасно понимаем, что состояние нашего скафандра напрямую влияет на мышление, восприятие, настроение и так далее. Как, кстати, и наоборот. Ну и в таком случае, согласитесь, с точки зрения агентов было бы крайне глупо обойти такую значимую тему, как пища, которая более всего влияет на наше здоровье, ведь едва ли они не осознают ее действительную важность. И уж тем более, в так называемых матричных условиях, едва ли реальные инструменты восприятия реальности будут освещены социуму в истинном виде, ведь в таком случае иллюзия просто не сможет существовать. Знаете, это как с фокусами. Чтобы шалость удалась, необходимо отвлекать зрителя от ее реальных механизмов в стороны, совершенно не имеющих к этим механизмам никакого отношения. И тогда, сколь долго зритель не пытался найти в них ответ, он не сможет этого сделать, даже если потратит на это тысячи лет. Иными словами, все, что нужно сделать, это обмануть внимание. И уж тогда фокусник, или, попросту говоря, обманщик, становится в своем театре настоящим богом. Он сможет все переворачивать с ног на голову. Он имеет власть показывать то, чего нет, и не показывать то, что есть. В его театре черное – это белое, плохое – это хорошее, и 9 больных, придя к одному здоровому, скажут, что это он болен, потому что он не такой, как они. Главное, чтобы зритель в это верил, а не верить нельзя, ведь иных альтернатив просто нет. И чем больше ты погружаешься в эту иллюзию, тем больше ты забываешь более плотную реальность, если так можно выразиться, а также ее истинные рабочие механизмы. И, следовательно, все меньше замечаешь обман, так как попросту к нему привыкаешь. Но даже если со временем ты начнешь чувствовать, что тебе не очень-то нравятся все эти фокусы, и уж тем более, если, не дай бог, ты захочешь как-то повлиять на эту иллюзию или покинуть ее, то тут, конечно, театр все предусмотрел, ведь это первое, что он и должен был сделать. И вот он подкидывает тебе инструменты для якобы борьбы с ним, чтобы ты воспринимал их, конечно, как действительно работающие способы. Но, само собой, это тоже лишь иллюзии. Это все равно, что играть шулером в дурака его же колодой. Совершенно бессмысленное занятие, потому что казино никогда не проигрывает. И, предположительно, есть два выхода. Каким-то образом вспомнить все или научиться замечать. Вспомнить в текущем состоянии современного человека практически невозможно. Но вот замечать, замечать вполне реально. И именно эти заметки, а что более важно на начальном этапе, принятие их как имеющих право на хотя бы существование и, соответственно, дальнейшее их исследование, в конечном итоге и обличают иллюзию, разваливая ее как карточный домик, одним лишь дуновением твоего внимания. И вот вам пример таких заметок. Согласитесь, что с увеличением коммуникации и особенно с появлением интернета люди стали частенько отмечать, что огромное количество ранее принятых ими за истину явлений оказались, мягко говоря, далеки от правды. Зачем Фокуснику необходима была эта вынужденная мера в виде интернета, я оставлю на другой раз, иначе боюсь, что и без того длинное видео уж слишком растянется. Но предполагаю, что это лишь очередная жертва пешкой ради выигрыша всей партии. И все же в рамках нашего рассуждения мы можем утверждать, что человечество стало наблюдать тысячи ошибок вообще во всех сферах. Наука, политика, медицина, экономика, история и так далее. И оказалось, что гигантский инфопласт из совершенно разных областей, в свое время считавшийся большинством за истину, при, кстати, не самых усердных, как правило, проверку, как, кстати, это и бывает обычно с карточными домиками, оказался ложью. И чаще всего формировались и в дальнейшем укреплялись сети в кавычках истины на так называемых авторитетах или якобы специалистах, как отдельных личностях, так и групп лиц, как сознательно выбрасывая ложь, так иной раз и неосознанно поддерживая или культивируя ее. Общаясь со специалистами, я понял одну вещь. Нихрена эти специалисты не рубят. Масштаб лжи, как правило, прямо пропорционален поставленным задачам. И, кстати, масштаб – это как раз-таки одна из основных уловок. Чем он глобальнее, тем подсознательно больше доверия. А чем больше доверия, тем больше ложь может существовать. Такой, знаете, эффект по типу финансовых пирамид. Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло ведь так много людей повестись на нее. Думаю, все вы слышали выражение, что наша жизнь – игра. И коль уж пошли у нас несколько матричные аллегории, предлагаю пару слов буквально о знаниях как таковых. Небольшая аналогия, чтобы, так сказать, наглядно ощутить весь масштаб возможной разводки и, соответственно, выгоды от нее основным бенефициарам. Знания – это, вероятно, мощнейшее оружие из всех существующих для человека. Она может низвергнуть его до уровня животного, а может вознести на недосягаемые, казалось бы, вершины. Возьмите любую компьютерную игру. Тот игрок, кто ее уже знает вдоль и поперек, по сравнению с новичком, можно сказать, самый настоящий читер. Он меньше ошибается или вообще не ошибается. Не тратит силу и время попусту, ну и так далее. Знания совершенно естественного порядка и исключительно в рамках самой игры могут дать такие бонусы, которые иной раз не дадут обычному игроку даже так называемые чит-коды. Причем со старта два игрока могут находиться в совершенно одинаковом положении, но с каждой минутой игрок, обладающий знаниями, будет прогрессировать все больше и больше. И это особенно, учитывая то, что эти знания он мог получить не сам, а, грубо говоря, взять откуда-то извне. А теперь представьте, что вы играете в игру и мало того, что не знаете ее правил, вы знаете, но знаете неправильно. И значит самое ужасное в вашем положении то, что вы не будете искать рабочие способы для ее прохождения или более комфортного в ней пребывания. Будто вам изначально дали искаженную инструкцию. И в таком случае, сколько вы не бейся, результата не будет. И даже если миллиарды человек будет действовать по ней, положительный результат будет отсутствовать. И есть единственный вариант выйти из этого положения. Осознать, что существуют лишь две возможные причины неудачи. Только две. Первое. То, что вы делаете, вы делаете недостаточно хорошо и недостаточно долго. Второе. Вы делаете что-то совсем не то. И что-то мне подсказывает, что относительно положения современного социума в нашей реальности, первый вариант уже давно можно отметать. Касаемо же основной темы видео, я понимаю, что на первый взгляд сложно провести параллели между человеческими проблемами и его отношением к животным. И можно сказать в природе в целом. Что в основе этих проблем лежат, так скажем, внутрисоциальные явления. Но это лишь на первый взгляд. Вероятно, не те процессы, что мы привыкли считать за рабочие инструменты влияния на социум или человека, в отдельности действительно могут что-то изменить. По той лишь причине, что если бы они это могли, то давно бы уже изменили это хоть где-то, хоть на какой-то вменяемый срок. Как говорил Воланд, ну хотя бы лет на тысячу. И более того, думаю, не составит большого умственного труда сложить один плюс один и предположить не без малой доли вероятности, что те инструменты, которые, как мы думаем, что-то меняют, вероятно представлены в нашем воображении таковыми теми силами, что менять ничего не собираются. Ведь даже с тактической точки зрения, эти процессы крайне выгодны тем, кто их насаждает. Так как раз они так или иначе возникают в обществе, следовательно, контрмеры по устранению их последствий, регулирования их направленности, да и собственно само их появление, уже отточены в совершенстве. А с другой стороны, пользователь матрицы удовлетворяется, даже когда просто их совершит и не имеет в итоге плодов, так как плодом в данном случае является не результат действия, а само осуществление этого действия. Единственный способ умнить – играть с более умным противником. Просто вспомните, сотни институтов, тысячи умов, миллионы всевозможных статей, научных работ, всевозможных деятелей, всевозможных направлений и прочего, но в результате с каждым годом человечество ощущает, что общее положение становится все хуже и хуже, причем практически во всех сферах. Проблемы все решают и решают, ну, что-то вот никак не нарешают. Наоборот, кажется, их становится только больше, а старые лишь усугубляются. Может потому, что это не проблемы, не реальные проблемы, в том смысле, что даже если они и проблемы не искусственного характера, возможно, они менее важны, чем вопрос наиболее основной, пожалуй, важнейший камень в фундаменте общества и, соответственно, важнейшие проблемы, вопросы и выбора, который звучит крайне просто – жизнь или смерть. Кстати, небольшая ремарка по основной теме ролика. Раз уж мы затронули всякого рода инструменты влияния на социум, которые входят в том числе и всевозможные организации людей, стоит хотя бы вскользь упомянуть о так называемых публичных акциях и всевозможных движениях. Как вы понимаете, помимо, так скажем, точечной направленности, против или за кого-то, или чего-то, если мы говорим про действия определенных групп, подобные явления, помимо прочего, могут также формировать в обществе вполне определенные отношения социума уже не только к данным группам или даже какому-то отдельному человеку, но и общей цели, в рамках которой себя заявляет та или иная группа. Следовательно, на этих участников, хочешь не хочешь, навешивается в своего рода ярлык, а значит он прилепляется отчасти или полностью и к основной цели подобных движений, которые, кстати, могут вообще к ней не иметь никакого отношения. Однако, с помощью подобных механизмов можно повысить, так сказать, социальный рейтинг той или иной повестки, либо понизить, а значит создавать или менять отношение массы к тем или иным группам и все тем же явлениям. Вот скажем, к зеленым, условно так назовем группу, которая за экологию, веганы и так далее, так вот согласитесь, что к ним отношения достаточно негативные и в некотором смысле какое-то придурковатые, так как медийно, я подчеркиваю это важно, именно медийно, их образ в основном формируется всякого рода сомнительными и явно агрессивными акциями, типа Облей краской шубу, заблокируй какой-нибудь магазин, невнятные лозунги, крики и так далее. То есть акция условно чисто эмоциональная, а сами участники или их образ зачастую представлен сообществу как людей слегка чудных, если можно так выразиться. Но прикиньте, а что если в большинстве своем это группы вполне себе подконтрольные, а не самостоятельные и имеют ли в таком случае их кураторы, освещающие их в медиа и естественно финансирующие к реальным зеленым и их реальным целям действительное отношение и насколько они разделяют основные факторы данного движения? Не может ли случиться так, что данными действиями намеренно формируется такой негативный образ, а следовательно и навязывание остальным менее информированным и более доверчивым лицам, причисляющих себя к подобным группам, такое поведение как норму для подобной социальной ячейки? Ну вот вы сами не считаете, что это лишь очередная разводка. У меня вот есть четкое ощущение, что все эти явления с явным оттенком какого-то крайнего радикализма, как правило ведут к обратному эффекту, а именно депопуляризации в обществе основных целей этого движения. И вероятно именно это и является основной целью – уничтожить или насколько это возможно минимизировать принятие идей данной группы в остальном социуме. Ну а то, что вероятно немалая часть подобных организаций – это лишь очередная донатная помойка, собирающая пожертвования с сердобольных граждан, туда же схемы по распелам государственных средств через приюты для животных и так далее. Конечно не все, я не обобщаю, но явление это крайне нередкое. Чуть попозже кстати об этом поговорим. В общем то, что немалая часть так называемых зеленых организаций – это банальная отмывка денег у меня не вызывает никаких сомнений, ибо подобные им же явления, вроде благотворительных фондов, уже не раз были в этом уличены. Ну да ладно, продолжая то, на чем остановилось ранее, а именно вопросу жизни и смерти, то как вы понимаете, им же присущи какие-то события. Как правило есть явления, которые либо приближают к улучшению качества жизни и ее продолжительности, либо приближают к ухудшению ее качества и в итоге смерти. И прежде чем мы перейдем к следующей главе, я перечислю некоторые явления, которые как мне кажется жизни не очень способствуют, а после озвучу пару вопросов, а вы постарайтесь на них ответить. Итак, работорговля, медицинские эксперименты, античеловеческие условия жизни, массовое уничтожение и геноцид, антисанитария, некачественная еда, пренебрежительное отношение, торговля органами, торговля детьми, физическое и моральное насилие, изнурительный труд, некачественная или вовсе не оказанная медицина, случаи игнорирования проблем со стороны социума и закона. Список можно продолжать очень долго. А теперь скажите, это я сейчас перечислил проблемы животных или проблемы людей, или возможно и то и другое? Не показалось ли вам, что уж больно они похожи? И может ли быть так, что для того, чтобы избавиться от последствий этих явлений, необходимо устранить сами эти явления как данность, а не разделять их на тех, кому они допустимы, а кому нет? Так как судя по опыту человечества, как минимум за последние пару сотен лет, можно однозначно сказать, что вероятно это так не работает. И теперь самый главный вопрос. Если люди, являющиеся причинами выше перечисленных проблем в человеческом социуме, обретают негативное пока еще, во всяком случае, слава богу, отношение к себе, и общественность их прямо называют убийцами, насильниками, эксплуататорами и так далее, то почему та же общественность не называет себя таковыми, делая в точности то же самое по отношению к более славым? Я думаю, что все очень просто. Вероятно, весь фокус заключается в том, что в какой-то момент социум перестал воспринимать подобные действия к братьям нашим меньшим, как нечто аморальное, и начал считать это нормой. Ну и раз уж пошла тема про так называемую норму, давайте рассмотрим ее повнимательнее. И как только мы ее начнем рассматривать, то окажется, что даже такое нормальное, естественное, обыденное и совершенно привычное для большинства явление, как условно колбаса на бутерброде за завтраком, которая по мнению массы будто чуть уже не падает с дерева, в действительности с дерева совсем не падает, и не появляется на прилавках из какой-то параллельной вселенной, а есть следствия жестоких, и не побоюсь этого слова, бесчеловечных процессов, которые напрямую как раз-таки затрагивают тот главный вопрос, о котором я говорил и ранее – жизнь или смерть. И получается, что эти процессы в представлении массы также не считаются жестокими или аморальными, а являются нормой, раз уж они являются частью такого нормального и обыденного предмета, как колбаса на бутерброде. Однако нормы ведь тоже бывают разными. Есть нормы морали и нравственности, нормы существования и выживания, взаимодействия, ну и прочее. Также нормы могут варьироваться, скажем, есть норма продуктовой корзины в военное время, которые не являются нормой в условиях мирного времени, или, скажем, экономическо-социальные нормы также отличаются. Для кого-то являются нормы передвигаться на общественном транспорте, а для иного слоя данное передвижение уже нормой не считается. В общем, примеров множества, думаю, суть вы уловили. Так какое же понятие нормы стоит брать в расчет в нашем случае? Как это ни странно, самое что ни на есть нормальное, уж простите за тавтологию. Это может быть и мирное, и военное время. Это распространяется на все социальные слои человечества, ну и так далее. Иными словами, современная норма получения привычных продуктов питания и иных предметов быта, основой производства которых является чья-то эксплуатация, и в дальнейшем летальный исход является одной из максимально обширных норм по своему охвату во всем мире. Но вот в чем вопрос. Не могло ли случиться так, что эксплуатация и потребление кого-то, подобное неодушевленному предмету, особенно в таких широчайших масштабах и практически во всем обществе, есть следствие очередного фокуса, проделанным с человечеством? Ведь если этот процесс разобрать и подать его таким, каков он есть, со всей его жестью, и даже не то, что каким-то античеловечным отношением, не побоюсь этого слова, откровенным сатанизмом каким-то, ведь если подобные процессы перекинуть на человека, то отношение к ним будет именно такое. Ну то есть просто показывать и говорить об этом так, как есть. А затем элементарно задаться вопросом, а как это вообще влияет на нас? Насколько нам это необходимо и насколько мы реально зависимы от этих процессов, в силу якобы отсутствия альтернатив? Полагаю, возникла не самая маленькая вероятность, что все эти процессы нормой считаться бы перестали. И вот весь фокус-то в том, что социальному большинству как бы не предлагают реальных альтернатив всем этим продуктам производства. Ну, условно говоря, не ведут некую активную медийную, в том числе пропаганду, того, что такие альтернативы имеются, тем самым и подталкивая общество на то, чтобы оно особо не углублялось в рассмотрении существующих процессов производства. Потому как подавляющее большинство продуктов, питания, медицины или предметов обихода бытия человечества в реальности давно уже имеет альтернативы. Просто не все хотят ими пользоваться. В силу их иной раз не то, что не распространение в медиаполе, но и даже некой антипопуляризации, если хотите. Однако основу каждой общественной нормы составляют не только ее участники в общей массе, но и в отдельности в том числе. Так скажем, кирпичики индивидуальности. И получается то, что большинством принято считать за норму, должно вроде как ее самостоятельными единицами восприниматься таковой. Если, конечно, данная норма действительно принимается обществом. Потому что статус нормы в социуме зависит лишь от того, наделяет ли он то или иное явление таким статусом или нет. Так как если масса не принимает или же в некоторых случаях не смиряется, например, под действием навязывания или насилия с неким явлением как нормой, то при данных или иных условиях данное явление нормой стать не может. А значит, при любом удобном случае общество будет стараться ее изменить, упразднить, уничтожить и так далее. Поэтому относительно нормы следует также ставить вопрос следующим образом. Является ли некое явление принято добровольно и, следовательно, определено в норму ненасильственным путем, а не есть лишь как бы некое немое согласие, когда масса в целостности своей вроде «за», где ключевое слово «вроде», но в душе каждая или какая-то часть не совсем и «за» или даже «против», как это ни разу бывало в исторических, политических, социальных, религиозных и других явлениях. И, смею предположить, а возможно и утверждать, что говоря о эксплуатации животных, каждый или почти каждый участник данной нормы не стеснен какими-то внешними факторами, которые могут насильственно влиять на его выбор. И, следовательно, выбор этот добровольный. А значит, и понятие нормы в виде колбасы на бутерброде принимается каждым исключительно по собственному желанию. И вот тут возникает другой вопрос. Почему же тогда большинство, которое, с одной стороны, вроде как принимает законную, и, что более важно, моральную сторону того, что насилие и посягательство на жизнь – это неправильно, с другой стороны, как бы распределило в некую иерархию носителей этой жизни таким образом, что одним уготована одна участь, а другим иная, по законам данной иерархии. О законах более подробно мы поговорим чуть далее. Находящиеся выше, как бы дали себе не столько моральное право, ведь если бы они могли наделять себя моральными свободами, то и процессы получения продукции подобного производства никак не трогали их совестливо-нравственную сторону, но дав себе как бы некий внутренний предлог, который как раз и используют для попытки не только морально отстраниться от этих процессов, но и как бы законно, в рамках данных выдуманных правил и норм, не ставить себя в ранг соучастников, и как бы не замечать, каким образом достается кусок колбасы к завтраку, каким образом мы получаем кожаные меховые одежды и обувь, салоны автомобилей, испытания новых медицинских препаратов и, хотелось бы сказать, так далее. Но вы знаете, в данном вопросе это даже звучит как-то кощунственно, ибо список действительно огромен. Я бы даже сказал, что это невероятного масштаба конвейер смерти, и в этом конвейере не такой уж большой процент от общей массы людей, так сказать, физически марает руки. И знаете, что интересно, помните, я чуть ранее перечислял некие проблемы животных и людей, и как-то так получилось, что они оказались совершенно идентичными и распространяющимися как на тех, так и на других. И в случае с этой выдуманной пирамидой ценностей происходит то же самое. Подобное распределение иерархии, о которой мы сейчас говорили, со всеми ее вытекающими, распространяется и действует уже не только по отношению к животным, но и у людей, чему, кстати, крайне не рады те, кто находятся внизу и составляют большую массу, и в то же время это совершенно устраивает тех, кто находится ближе к вершине. И заметьте, что крайне интересно, ни там, ни там у занимающих низшее положение как-то не особо интересуются их мнением на весь этот счет. Согласитесь, отрицать подобные параллели просто невозможно. И так да, люди знают, как вся эта продукция попадает в их корзину потребления, но все же помнить, даже не то, что участвовать, просто помнить, как это происходит, и задуматься над тем, какую в этом конвейере каждая играет роль, практически никто не хочет, предпочитая отмахнуть эти мысли. То есть даже принимая свою потребность, как естественную, а следовательно и принимая ее как норму, на как минимум эмоциональном уровне способы удовлетворения этих потребностей через насилие как нормы не принимаются. Человеку не то, что противно на это смотреть, даже знать и думать об этом ему не хочется. И уж тем более, сама мысль о причастности к этим процессам также не может не царапать его совесть. И вот из логики вышесказанного получается следующее. Если посмотреть на это явление в целом, то мы получаем парадокс. Так как человек в априори не хочет считать нормой то, что ему не нравится, особенно если он является участником этого и особенно причиной. Ну как скажем, алкоголик или наркозависимый прекрасно понимает, хотя в определенной стадии может уже и не признавать, но в глубине души все же знать, что ничего нормального в его увлечении нет. Есть зависимость, которая стала нормой для определенного образа жизни. Но проблема в том, что уже данная норма выходит за рамки другой нормы, относящейся к более развитому и менее зависимому, а значит и более свободному человеку. Туда же людей с плохим зрением, оставшихся без очков или линз, маленьких детей, которые оказались в незнакомом месте без родителей и так далее и тому подобное. Свобода. Вот одна из высочайших норм, планку которой всегда стремится или хотя бы желает повысить как человек, так и человечество. Но свобода за счет другого – это не свобода, это угнетение с одной стороны и зависимость с другой, как у вампиров или паразитов. И получается, что в рамках иерархии у тебя свобод тем больше, чем выше твое положение, но это лишь видимость, как в случае с наркотиками, так как в рамках нормы свобод и возможностей более высокого качества это не более чем зависимость, а значит и слабость. И еще момент. Когда я говорю «думать о том, как колбаса попадает на бутерброд», я говорю не просто как о некой думе, как бы неких быстрых мыслях в общих чертах, без деталей, так как данные действия подразумевают не размышления над процессом, но есть лишь способ отогнать от себя эти мысли, как назову львую муху, но я говорю о том, чтобы действительно разобраться в вопросе, изучить материалы, посмотреть воочию или хотя бы через экран, то есть насколько это возможно прочувствовать, окунуться в этот процесс, и тогда уже ответить себе откровенно, настолько ли же тебе безразлично на хотя бы чувственном уровне, путь от некогда живого существа до гамбургера, как скажем, путь от железной руды до ложки, проще говоря, пути неодушевленных предметов и пути одушевленных, если бы перед тобой устоял следующий выбор, обрекая кого-то на этот путь самому в итоге закончить так же, то согласился ли бы ты идти по нему и дальше, или все же сумел найти альтернативные варианты, кстати, на санскрите слово мясо звучит как мамса, где мам в переводе означает мне, са означает подобный, то есть в итоге слово означает мне подобный, подобная же аналогия прослеживается и в русском, кстати, языке, мя с древнерусского переводится как я, меня или мое я, а со это соединительный предлог, ну то есть, грубо говоря, суть остается примерно такой же, на 100% этимологическую истину я, конечно, не претендую, проверяйте информацию сами, но согласись, что-то в этих совпадениях однозначно есть. И знаете, что интересно, человечество, как ни странно, не спешит отправлять свои мясные скафандры на переработку даже после смерти. И опять же, даже после смерти те или иные надругательства над остывшим телом не считаются чем-то нормальным, и это очень мягко говоря, это к вопросу о том, насколько морально человечество привязано к своим тушкам и насколько им плевать на чьи-то другие костюмчики. То есть, согласитесь, получается вполне очевидно то, что понятие нормы в данном случае регулируются не каким-то законом морали или чем-то еще, а исключительно силой и возможностями. Ты потребляешь того, кто не может тебе сопротивляться. Можно ли назвать это справедливым? Вообще-то, все основы человеческих законов в этом мире пытаются обыздать собою и урегулировать именно вопрос силы. И возвысив представление о справедливости и равных правах над этой самой силой. Ибо сила это и есть некое выражение звериного закона, где кто сильнее, тот и прав. И несмотря на то, что в нашем мире ничто не вечно и все имеющее жизнь получит и смерть, последнее нам все же неприятно. Это как бы явление некой высшей, но все же принудительной, насильственной нормы. А следовательно, и те блага для нашей жизни, которые мы получаем, лишая кого-то этой жизни, не могут нас удовлетворять полностью и ставят уже нас самих в качестве той же насильной, но непреодолимой причины уже для более слабых, которую, то есть я имею ввиду эту причину, мы ненавидим. И тут следует задаться вопросом, если жизнь сеет смерть, сможет ли она продвинуться на путях жизни, чтобы взиметь ее больше как в качественном, так и в количественном выражении? Человеческая практика пока такого не показывает, скорее она показывает нам обратное. Именно поэтому даже в нашем совершенно съехавшем с катушек мире большинство и не хочет думать о том, как именно попадает та или иная продукция в его обиход, потому что как только он начнет задумываться всерьез, я еще раз подчеркну, именно всерьез, то как бы некий внутренний судья в виде совести начнет человека мучить, и чем серьезнее он будет задумываться, тем мучение будет сильнее. И не получается ли так, что в таком случае то, что делает человек, он делает не совсем осознанно, раз задумавшись над этим, сам себя осуждает. Ведь раз человека мучает совесть, то причина этого мучения не может восприниматься как норма, добровольно принятая, потому что добровольно принятая норма совесть не мучает. Кстати, тут надо отметить интересное вытекающее из вышесказанного свойство, которое мы можем наблюдать в явлении, называемое в религии грех, которое работает как некий защитный механизм. Вот человек согрешил единожды, это может его покоробить, но чем более он грешит, тем менее его мучает совесть. Пожалуй, более точно эту мысль выражает следующие слова. Грех, совершенный единожды, вызывает сожаление, совершенный дважды, кажется допустимым. совершенный трижды, кажется добродетелью в глазах грешника. Следовательно, в идеале своем, для совершения человеком или даже всем обществом тех или иных грехов в полной мере, ему необходимо перестать считать те или иные действия заморально недопустимы. А для того, чтобы это сделать, ему необходимо отринуть закон, который и указывает ему на то, что условно грех это грех, потому что если нет закона, то нет и греха. И вы, вероятно, слышали фразу «Незнание закона не освобождает от ответственности», но, возможно говоря, в общем понимании, чуть более точно сказать «последствий». Ну, согласитесь, если ты не знаешь, что, сунув пальцы в розетку, ты можешь нечаянно обумлиться, это твои проблемы. Но, во-первых, далеко не всякое действие имеет мгновенные последствия, например, тоже обжорство, блудную и так далее. Во-вторых, закон, особенно социально-нравственного типа, действительно работающий на максимум, так сказать, подразумевает то, чтобы человек самостоятельно, а не посредством лишь, так сказать, исполнительной и карающей власти, выписывающей последствия, ориентировался по жизни его правилами. Потому что только когда каждая единица социума сама себе понимает и принимает, а значит и старается соблюсти добровольно тот или иной закон, только тогда можно сказать, что законы действительно принимаются обществом, работают и, следовательно, направляют такой социум эффективно, что в свою очередь принесет какой-то положительный плод. Так как же получилось так, что потребление живых в тех или иных сферах бытия человеческого стало считаться нормой? Позвольте короткую ремарку. Я не буду пытаясь ответить на этот вопрос, говорить, что, мол, вот были пещерные люди, это многотысячные традиции и так далее. Потому как, если рассматривая сие явление, копнуть его чуть более детально, нежели принимая за догму исторической данности, то едва ли можно будет, уж поверьте, лучше не верьте, изучить и сами относиться к этому как к неоспоримой информации, как минимум в том видео, в которое это явление преподносят. Но и даже если так, то вроде как, помимо инструментов труда, человечество все же не раз пересматривало и изменяло именно свои моральные и законные приоритеты по мере развития, подстраивая их как следствие под более развившееся представление о понятии нормы. Ну или в обратную сторону это все так же работает. Так вот, напрашивается, знаете ли, исходя из вышесказанного, такой вывод, что если есть такое явление, когда миллионы или миллиарды людей просто засовывало их голову в песок, когда дело касается такого важного вопроса, как жизнь и смерть, не безосновательно будет предположить, что и в других сферах, менее явно, так сказать, влияющих на эти два явления можно наблюдать такой же эффект и что может быть корень нашего бедственного положения как вида находится в нем именно потому, что норма для нас не только в данном вопросе, но и во многих других становится все более и более античеловечной, где под античеловечностью я закладываю, опять же повторюсь, не некое абстрактное понятие, а именно качество и количество жизни. К таким проявлениям, например, можно отнести экономическую сферу, где давно уже бушуют не больше, не меньше кредитный террор и совершенно аморальное распределение ресурсов, развлекательный контент, который перешел уже всевозможные рамки хоть какой-то более-менее здоровой нравственности, новостную, в которой вложили стало настолько много, что найти в нем правду уже практически невозможно, медицинскую, где те, кто давали клятву Гиппократа, совершенно спокойно ее нарушают, научную, образовательную, политическую, национальную, экологическую, религиозную, ну в общем и так далее до бесконечности. То есть получается везде и в итоге мы получаем замкнутый круг. Ведь если уж мы считаем нормой потребительское отношение к жизни более слабых, а следовательно, хотим мы этого или нет, то и самому явлению жизни в целом, что вообще не обращаем внимания, не сдаемся даже таким вопросом, а нормально ли это вообще так относиться к ней, будучи самим этой самой жизнью, значит есть такая немалая вероятность уже и для людей, а для тех, кто не лишился глаз и уши окончательно, что это невероятность, одновно сложившийся факт, что для кого-то подобное же потребительское обращение с человечеством или как минимум с ее большей частью это тоже норма, и раз уж для нас норма потребляет чью-то жизнь, следовательно, соглашаетесь или нет, мы приняли и то, что потребляют нас. Такие вот правила игры. Я, конечно, не претендую, но вероятно выход или как минимум один из возможных реальных выходов из подобной ситуации не лежит в очередной попытке забрать право пользования у кого-то, кто сверху, ибо там и голов не счесть, и корней не видать, да и соблазн велик, забрав усесться на освободившийся стул. Но когда человечество осознает, как нужно относиться к слабому и как ценна его жизнь, тогда и себя, и к себе, и среди подобных он начнет относиться так же, а кто относится с уважением к себе, будет так же требовать уважения к себе от себе подобных. Кстати, подобная мысль уже была давно высказана, есть такое выражение, которое в разных интерпретациях приписывают разным людям, но суть его такова. По отношению общества к слабым можно судить о его развитости, следовательно, все, что нам нужно, чтобы выйти из этой игры в джунгли, просто немного развиться и вырасти, и тогда играть по звериным законам станет банально неинтересно. То есть сама борьба выйдет за рамки этой борьбы, и даже элементарная мысль об убийстве уже себе подобного будет рассматриваться просто как глупость, как жестокая забава невозросшего общества, как сказано об этом у пророка Исаии, и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. И возможно изменение отношения к более слабым одна из основных ступеней на этом пути. И вот еще пример о вышесказанном, но уже более наглядной, согласитесь, в социуме нашем-то тоже вроде как есть хищники, так и жертвы, причем распространяется это на огромное количество социальных ячеек, взаимодействий, групп и так далее, то есть повсеместно, но взяв, например, какое-то крупное социальное объединение, скажем, государство, на что же необходимо ориентироваться в первую очередь, говоря о его величии, на количество ракетных запасов или технологического прогресса, может быть, на количество миллионеров или торговых центров на душу населения, возможно, это количество ученых или выдающихся спортсменов, нет, основной показатель это уровень жизни, основная масса людей в этой ячейке, ибо 85-90% живущих в ней и есть основа государства, а уже в самой массе показатель ее уровня это количество и качества жизни его максимально слабых слоев, дети, лишенные родителей, пенсионеры, нищие, бездомные и так далее. Что ж, теперь предлагаю поразмышлять на тему закона и попытаться рассмотреть такие понятия, как что такое права, кто их дает и определяет границы дозволенности этих прав. Касаемо определения понятия права, то вкратце оно звучит так, право это правило поведение, которое регулирует общественные отношения. Несколько иначе можно сказать, что эти правила есть выражение некого лимита свободы. В одном и том же обществе, государстве или иной группы, законом прописанным или негласным, как правило, установлены разные лимиты этих свобод, то есть участники наделены разными правами. Но чем в основе своей регулируется лимит этих прав, а точнее от чего они берут свои начало в обществе в каком-то глобальном смысле. Допускаю, что опираются они как бы на некий верховный закон. Сформировалось ли его представление неким божественным откровением, или же человечество в ходе длительного времени через собственные ошибки само сформировало его для себя, это уже несколько иной вопрос. Более важно то, что этот верховный закон есть как бы некое выражение представления той высшей или конкретнее говоря, более совершенной справедливости, чем та, которая действует ныне, и которая, в свою очередь, при ее соблюдении, как раз таки и может привести, как отдельно взятого человека, так и социум в целом, к более комфортному сосуществованию друг с другом и с окружающим миром, ибо чем совершеннее понимание и соблюдение закона, тем, как следствие, выше уровень не только порядка и гармонии внутри общества, но и, как мы говорили ранее, способствует приближению к двум основным целям человечества – улучшению качества жизни и увеличению ее количества. Если попытаться уместить в одном предложении перечень действий, которые должен совершать человек и человечество, чтобы этой справедливости достигнуть, то оно будет звучать достаточно просто – относись другому так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. Тут почему еще важно этот момент уточнить? Потому как есть законы, где условно государство, компания или иное назовем его так сообщество осуществляет свою деятельность и регулирует внутри себя правила взаимоотношений в рамках официально признанных правовых норм. А есть законы, как бы негласные, могущие приниматься как отдельно взятым человеком для себя самостоятельно, так и группами лиц, крупных сообществ или даже мирового масштаба, которые, кстати говоря, как правило, выходят из действующего понятия нормы, о котором мы говорили в предыдущей главе. И поскольку чуть ранее нам было выявлено, что основой совершенства закона есть выражение степени его личного восприятия человеком, следовательно, можно сделать вывод о том, что негласные правила будут всегда соблюдаться более охотно, а значит, и усерднее по мере возможности, нежели правила, назовем их так, юридически оформленные и узаконенные официально, до тех пор, как минимум, пока последние имеют какие-то явные расхождения по каким-то вопросам с негласными правилами. Например, одна из основ этих расхождений в современном обществе является то, что официальные правила на практике распространяются далеко не на всех и в одинаковой мере, а более точно сказать с предвзятостью, где на большинство, находящееся в основе социума, они действуют очень часто далеко не так, как на меньшинство, находящееся на более высокой точке социального бытия, а это и есть нарушение одного из основополагающего критерия тех самых верховных правил, который звучит очень просто «закон един для всех». Ну а если он не един, значит несправедлив, а раз несправедлив, то как можно считать его законом, стремящимся приблизиться к своему более совершенному выражению? Кстати, как выражение единства в понимании и принятии, у основной массы правил верховного закона можно проследить на ее отношении к вынесенным приговорам для всякого рода убийц, насильников, педофилов и так далее, кое обычно большая часть общества считает необоснованно мягкими, чем справедливыми. Еще раз уточню, вышеперечисленные проблемы относятся, как правило, именно к практике, то есть проблемы зачастую не в сути смысла закона, но в его исполнении, а значит и исполнителях, которые в свою очередь роняют тень уже на сам закон. Ну и раз уж мы несколько разобрались с понятиями, то предлагаю рассмотреть это все в рамках основной темы видео, а именно насколько же относительно вопроса обращения с животными нынешняя законность действительно законна, относительно все той же высшей справедливости, потому что как уже и было сказано ранее, под дулом пистолета никто в общем никого есть мясо не заставляет, как и покупать шубу и так далее и тому подобное, но более того, производство данной продукции находится во всех странах, я полагаю, и как правило, немалая часть из них, если не все, под строгим официально законодательным контролем. Кстати, небольшая ремарка относительно контроля. В фильме «Земляне» озвучили информацию следующего содержания. В США подрыв деятельности производителя мясной продукции считается актом терроризма. И чтобы вы понимали, под подрывом деятельности подразумевается не только прямая физическая угроза производству, а в том числе и действия, направленные на дискредитацию данной отрасли. То есть, скажем, публичная пропаганда веганства как отказ от мяса также, по сути, может быть расценена и впоследствии инкриминирована ее участником со ссылкой на данный закон как подрывающие основы страны. Вспоминаем про ячейки фундамента, о которых я говорил в начале. Что, собственно, и случилось с фильмом «Земляне» в некотором смысле, когда по большей части ему просто не дали, так скажем, зеленый свет для распространения и показов в кинотеатрах. И я не говорю, что таких вот в кавычках пропагандистов безапелляционно и безразбору сажают на электрический стул. Нет. Но исполнительные органы, СМИ и прочее по указу могут всячески препятствовать распространению подобного рода информации на совершенно законных основаниях. И никакая демократия тут уже не работает. То есть, я клоню к тому, что никто никого не заставляет с одной стороны. Но в то же время относительно законов официальных это является узаконенной и охраняемой сферой общества. Дистрибьюторы говорили, что у такого фильма не будет аудитории. Он никогда не сможет выйти в свет, сколько бы мы ни старались. Поэтому мы решили заявить о себе через интернет. И, конечно, фильм нельзя запустить в существующие сети продаж, потому что рекламным агентствам необходимо разрешение фармацевтических индустрий. Однако все они используют животных. Это их продукт. Поэтому нет никакой возможности продвинуть фильм подобным образом. Затем мы участвовали в кинематографических фестивалях, хотя мне порекомендовали этого не делать, в Академии кинематографических искусств и наук. Это достаточно дорогой процесс, потому что, несмотря на документальность, фильм должен быть показан в кинотеатрах в нескольких городах разных штатов страны. Но благодаря показу фильма в кинотеатрах Лэмли мы выполнили необходимую квалификацию для участия в номинации Академии. Однако фильм не был номинирован. И как нам позже сказали внутренние источники, Академия номинирует только те документальные фильмы, которые продаются через дистрибьюторов или показываются по телевидению. А земляне? Земляне не соответствуют этим критериям. Затем возникла еще одна проблема, скорее всего, по заявлению Академии. Вышел законопроект, который назывался антитеррористическим законом о животноводстве. Он был подписан в Белом доме сенатом. Президент Буш тоже подписал его. Теперь в дело вмешался закон. Иными словами, мы стали беззащитны. В этом документе было сказано, если протесты, потребительские бойкоты, выступления или даже мини-компании, иными словами, фильм вроде нашего, повлекут убытки животноводческих предприятий, тогда активисты протеста или даже производители фильма могут быть заключены в тюрьму. Речь идет о первом откровенном фильме в данной области. А они фактически использовали слово терроризм. Но в дополнение к этому добавилось сопротивление зрителей. Они не хотели видеть это, не хотели даже слышать об этом. Поэтому вы можете представить, как сложно было сподвигнуть зрителей рассмотреть данный вопрос. Меня несколько раз спрашивали, Шон, какая у вас маркетинговая стратегия? И я мог лишь ответить. Вы. Надежда на то, что у вас будет открытый разум. Только так. Это и есть наша маркетинговая стратегия. Хорошо. Что же мы в итоге наблюдаем в социуме относительно законов и основной темы видео? Опять же, повторюсь, никакой предвзятости, смотрим только на дела. А дела человечества таковы. Человек решил, что имеет законные основания лишать кого-то жизни ради собственной утробы. Причем это лишение происходит даже не из необходимости неких условий выживания, а давно в большей части ради удовлетворения вкуса, удовлетворения эстетики, в силу привычки и так далее. Более того, зачастую эти лишения происходят настолько жесточайшими способами, что такой участи себе уж точно никто из людей не пожелал. То даже не только сам процесс лишения жизни, но и содержание, отношения, медицинский уход и прочее, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Однако, когда нечто подобное происходит среди людей, и особенно если принимают широкую огласку, это подвергается жесточайшему осуждению среди массы, не только на официальном уровне, но и что более важно, на уровне негласного закона общества, причем общества пожалуй любой страны. И знаете, если убрать и определить ее основную причину, то она крайне проста. Причина, по которой происходит все это, уж простите за вывод, беззаконие, но на совершенно законных основаниях, являясь как минимум официальной нормой, сила. Представим на мгновение, что в какой-то день появилась сторона, которая решила защищать права животных, так как по закону этой стороны, употребление мяса, содержание в заключении, создание предметов обихода, ну и прочее животных является незаконным и ненормальным и в случае нарушения этого закона она будет применять карательные меры. И вот в зависимости от возможностей этой стороны, особенно если бы они превосходили человеческие, обществу пришлось бы пересмотреть свои привычки сообразным возможным последствиям. И знаете, ведь именно так это и работает. А если перевести этот пример на социум, то мы увидим совершенно то же самое, прямо абсолютно, и в макро, и в микро выражении. К примеру, государства, имеющие достаточно силы, могут отстаивать свои права и даже не только отстаивать, но и навязывать. Соответственно, те, кто силы имеют поменьше, уже особо ничего навязать или отстоять не могут. И если они впали не милость имеющих силу, то как не раз показывает практика, подвергается жесточайшему физическому воздействию, иногда заканчивающихся полным уничтожением. Ну и далее, если спускаться ниже по социальному обхвату, вплоть до единицы человеческой, картина совершенно не меняется. Грубо говоря, что дозволено Юпитеру, не дозволено Быку. Исходя из вышесказанного, вывод совершенно прост и вполне очевиден. Несмотря на тысячи регулирующих законов, доминирующую роль в нашем обществе сохраняет один закон «Кто сильнее, тот и прав». Точка. И можно ли в таком случае сказать, что общество наше действительно живет по законам, которые опираются на какие-то нормы морали, нравственности и прочие понятия, пытающиеся ваять из человека человека с большой буквы, а не по законам джунглей, которые постепенно превращают общество в непонятную субстанцию? И не получится ли так, что если взвесить на чаши весов права и возможности животных в загонах относительно большинства человеческого социума с одной стороны и того же большинства относительно занимающих более высокое положение в том же социуме с другой, то какого-то перевеса особого мы не увидим? И знаете, как ни странно, но это вполне справедливо. Ведь если большинство решило с более слабыми поиграться в законы джунглей и права сильного, не стоит, пинять на то, что кто-то играет по этим же законам с ним. И вот тут прослеживается еще один интересный факт. Как у животных, так и у людей в мире современных понятий норм, нравственности и закона положение не меняется веками, а суть и основы существования как тех, так и других остаются неизменными. Вы можете не соглашаться с этим, как можете и опровергать логические параллели между этими двумя явлениями, но факт идентичности и неизменности положений один на других, сохраняющихся на протяжении столетий как минимум, отрицать невозможно. Кстати, от себя замечу, что даже в человеческих джунглях реальная сила, как ни крути, находится у большинства, во всяком случае, пока еще, но так как количество все же еще и имеет определяющее значение. Именно поэтому без манипуляционных средств совладать с ним совершенно невозможно. Законы и нормы, как это уже было сказано, существуют в человеческом социуме с дозволением все того же большинства. Осознанно или нет, это уже другой вопрос. Если большинство, причем подавляющее большинство, осознанно не захочет играть в законы джунглей, никто его заставить не сможет. Также стоит отметить, что в наших зарослях, будем уж откровенны, далеко не всегда каждый сам за себя, и чем ближе к вершине социальной пирамиды, тем чаще подобный эффект наблюдается. И соответственно, чем ближе к основе, тем как раз таки чаще каждый сам по себе. И это еще одна из параллелей относительно эксплуатации уже животных, где последние врозь, а уже сотрудники, скажем, какой-нибудь фермы, являясь меньшинством, находятся в одной упряжке, так сказать, и причина их союза носит не какой-то эфемерный характер, а есть следствие конкретных целей, которые в данном случае идут вразрез с желаниями эксплуатируемых. И при таких условиях законы устанавливают опять же кто сильный и устанавливают их так, как ему будет удобнее и легче сохранять свое положение, а чье-то там представление о морали и прочее могут вовсе идти вразрез с его правами, возможностями и желаниями. Проблема в том, что такое видение мира ни к чему хорошему не приведет. Собственно, это мы и наблюдаем. Да, кто-то может сказать, что раз уж мы в джунглях и если я слаб, то меня хоть ем я мясо, хоть нет, определяю кого-то в низшую касту или нет, все равно уже поставили на определенное место более сильное. Но тут, понимаете, это работает не совсем так. Почему не совсем? Ну, скажем, по нашей теме да, если кто-то решит выйти из игры, то решение его распространяется пропорционально его власти, то есть говоря об обычном человеке, так сказать, в моменте, по сути, он лишь выведет из игры свой кусок колбасы на хлебе, так сказать. Но, кстати говоря, это не так уж и мало, поверьте, цифры я вам еще приведу кое-какие. Однако, понимаете, в чем состоит главная тонкость? В этом мире, как ни крути, человек живет и выбирает и прочее для себя. И сам же получает плоды от своих выборов, сам ими удовлетворяется или нет, сам совершенствуется или деградирует, и далеко не всегда масса как-то влияет на этот результат. К примеру, представьте, что среди вас миллион голодных людей, и только вы один отведали пищи. Разве вы остались голодными, как остальные? Или наоборот? Есть миллионы, которые вокруг вас будут сыты, разве это убережет вас от голодной смерти, если вы своевременно не удовлетворите свой собственный голод? Все же не надо забывать, что ты отвечаешь за себя, за свои действия и свой выбор, кому уподобляться и с кого брать пример и прочее, это все же твое решение как самостоятельной и полноценной единицы. Ты это ты, полноценной и самодостаточной во всех отношениях и проявлениях, и пусть человек часть общества, но все же контрольный пакет акций над самим собой принадлежит только ему. А уровень самодостаточности, если можно так сказать, выражается в уровне приоритетов или принципов, которые важны для тебя. Конечно, выразить свою якобы индивидуальность новым смартфоном или модной прической можно, но ведь все мы прекрасно понимаем истинную ценность подобной уникальности. И если эта единица понимает, что некий процесс или даже ряд процессов расходятся с его представлениями или убеждениями более высокого порядка, то он, как самодостаточная личность, получает как минимум моральное удовлетворение, когда выходит из данных процессов или же не вступает в них вовсе. Хотя надо отметить, что слово как минимум в отношении морального удовлетворения может прозвучать даже как-то уничижительно, ведь это, пожалуй, важнейшая составляющая жизни человека, ведь когда он морально удовлетворен, то будто чувствует себя живым. У этого есть и обратный эффект, чем дальше человек от этого ощущения, тем он ближе к унынию, депрессии, ну и со всеми вытекающими. Вообще же, будь собой и так далее, это когда ты принимаешь решение сам и можешь отказаться от мнения большинства ради собственных убеждений. Оно и есть проявление, ну или одно из проявлений уникальности, единственное, что тут надо суметь не попасть в ловушку, когда принятые тобою убеждения, могут оказаться вовсе не твоими, а чьими-то посторонними, чтобы сыграть тобою уже в своих интересах. Короче говоря, голову надо включать, и всякое решение нужно осмыслить. Закончить же с вопросом значимости личного выбора, хотел бы вот на этой достаточно известной фотографии, запечатлевшей Августа Лэндмессера, отказавшегося приветствовать Гитлера. Изменило ли это что-то в тот момент? Нет. Остановило ли это третерых, и вообще глобально как-то повлияло его несогласие и выражение протеста? Зачем же тогда он это сделал? Потому что это его выбор, выбор основанный на личных убеждениях, обстоятельствах, ощущениях и принципах. И данный выбор совершенно не обязательно должен совершаться лишь при условиях значимого влияния на то или иное явление. И уж если ты не можешь изменить себя, свой выбор, то, что принадлежит тебе и то, над чем властен, почему решил, что можешь изменить то, что выходит за рамки твоего влияния? Думаю, тут не надо далее продолжать и делать какие-то выводы, ведь вы все сами прекрасно понимаете. Вообще же, продолжая тему законности и оправданности тех или иных действий, думаю, вы сами сможете вспомнить сотни, если не тысячи примеров эксплуатации людей, от вполне себе узаконенных до совершенно беззаконных. И кстати, вот вам, пожалуй, одно самое распространенное, а заключается оно в том, что примерно 80-90% людей живут по сути дела в нищете, а оставшиеся за счет их производственного труда ни в чем себе не отказывают. Это линия эксплуатации, которую общество приняло и впоследствии практически уже определило внутри себя как норму. Вы только задумайтесь, подавляющее большинство не имеет даже собственного недолгового, а иной раз и долгового жилья к возрасту, когда им позволено все, в том числе работать, производить потомство, умирать в вооруженных конфликтов и так далее. То есть они считаются полноценными взрослыми людьми со всеми вытекающими обязанностями и ответственностями, а значит и последствиями. Но только представьте себе этот абсурд, ставший нормой. Нет в мире ни одного животного или насекомого, которого бы природа лишила возможности иметь соответствующее и удовлетворяющее его жилье. Кстати, совершенно бесплатно и лишь за собственный минимальный труд, потому что это естественно и более того необходимо. Однако, по какой-то причине отсутствие данной возможности считается нормой в мировом сообществе и не считается и не воспринимается чем-то незаконным. И знаете, тут я хотел бы привести вам один интересный пример, а точнее некоторую аналогию. Он взят из действующей законодательной базы и его можно накладывать по сути на совершенно любое государство. Я сейчас зачистаю выдержку одной статьи Трудового кодекса, так как хотите вы или нет, все мы так или иначе своей жизнедеятельностью работаем на государство. Ведь по сути оно это просто огромная компания и находящиеся внутри нее граждане отдают ему часть своих ресурсов, подчиняются его законам, считая уставу компании, находятся на его территории, получают необходимые документы, в том числе и при рождении такой знаете как некий договор о приеме на работу, получают пенсионные иные льготы, считайте те же премии, если проводите налогию, также в нем есть свои учредители, президент, совет директоров, заместители, штрафы, наказания, помещения, нормативные акты, ну и так далее. В общем полная идентичность. А теперь просто прослушайте так сказать лайт вариант в буквально нескольких выдержках подтверждающий абсурд того, о чем я говорил чуть выше. Итак, я зачитываю, а вы мысленно подставляйте вместо слова работодатель государство, вместо слова сотрудник гражданин, труд, проживание, рабочее место, жилье, ну и так далее. Быстро читать не буду, чтобы вы успевали интерпретировать. Поехали. 22 статья ТК РФ Предоставляя возможность труда, наниматель обязан обеспечить рабочее место, оборудование, материалы, сырье, специальную документацию, инструментарий и другие факторы, которые будут необходимыми для полноценной деятельности в рамках трудового соглашения. Оплата за труд одинаковой ценности должна быть равной. Различия в оплате должны быть обусловлены объективными факторами, предусмотренными ТК РФ квалификации, стажем сотрудника, уровнем должностных обязанностей, их количеством и прочим. Если выявлены нарушения организации труда и его безопасности, либо о таком заявил работник, наниматель в обязательном порядке должен рассмотреть эти проблемы и принять необходимые меры для их устранения. В случае нанесения работнику вреда по вине работодателя на последнем лежит обязанность возмещения лечения, а также компенсации за моральный ущерб. Вот такие дела. Однако относительно так скажем бумажных законов не следует забывать пожалуй одно правило. На бумаге много чего такого, чего ни один человек не соблюдает, поэтому это и остается на бумаге. А в реальности остается закон джунглей и эти два явления никак друг другу не противоречат, потому что в джунглях бумага законом не запрещена. И вот теперь оцените параллели. Для массы человеческого социума, живущих в бетонных клетках, совершенно нормально держать животных в клетках, что является совершенно неестественным для них жильем. Для массы нормально выдергивать их из своей среды и заставлять выступать их в цирках на потеху детям и взрослым, не понимающим вероятно, а точнее будем откровенны, в текущий уж век информации, просто забившим на то, что подобные выступления есть следствие жесточайших тренировок и физических пыток, ударами, применением тока, моральным унижением и так далее. И все это рано или поздно, чаще рано, заканчивается смертью. То даже контактные зоопарки, где животным выдергивают и подпиливают когти и зубы, обкалывают так называемыми успокоительными ну и прочей премудрости содержания. Там же кстати дельфинарии, где те, кто должен проплывать в день, только вдумайтесь, до 160 километров живут по человеческим меркам в какой-то ванне. Просто представьте, собрались вы, скажем, прогуляться или в магазин или на вид от родителей, неважно, и вот вы идете, внезапно на вас нападают, похищают, сажают в комнату два на два и вы там живете всю жизнь. И знаете, что интересно, а ведь такое случается, люди как-то бесследно исчезают, это какое-то редкое или малочисленное явление, вовсе нет. Даже по официальной статистике людей пропадает много, действительно много, где-то цифры доходят до миллиона по всему миру, только в России примерные показатели около 70 тысяч, из которых около 20 тысяч дети. Про сексуальное рабство я даже не упоминаю уже, так как мы докатились до такого, что в общем это явление, которое, я так понимаю, присутствует во всех странах без исключения, и не афишируются, но общество как-то это знает, и вроде уже с этим всем свыклась. Ну так вот, фантазируем дальше, значит вас изъяли из привычной вам жизни, вы там конечно кричите, мычите, но как хотите выражаете свое недовольство, сопротивляетесь как можете, но, к примеру, если вы женского пола, вам предоставят самца или искусственно оплодотворят, если мужского пола, то соответственно подгонят вам самку. Это мы про зоопарки и прочие увеселительные заведения, ну и дальше уже ваше потомство продолжает жить в подобной комнатке и все вы это наблюдаете 24 на 7. Иногда вас выпускают на сцену так называемого цирка уродов, которые кстати отменены были не так уж и давно, вы там прыгаете, пляшете и отправляетесь обратно, в перерывах между выступлениями, вас физически истязают, иногда убивают. Иногда изначальная цель вашего содержания это убийство вашего потомства, чтобы удовлетворить чьи-то аппетиты и вкусовые пристрастия. И кстати иногда, а точнее очень часто об этом я еще упомяну чуть далее, умерщвление происходит невероятно жестоким способом. Ну скажем достать еще не родившийся плод из-за чрева матери и сделать меховое изделие из его плоти. Как вам такое, а? Или вы думаете что я преувеличиваю? Вовсе нет. У этого процесса и вот примерьте это все на человека как это нормально нет по-вашему? А вот по отношению к животным это вполне себе существует как норма и законно оправданное действие. Ведь в конкретно данном случае этого требует технологический процесс и имеющий силу оправдывает все это а точнее не оправдывает так как сильный и оправдываться ни перед кем не обязан. Но процесс так как было сказано неоднократно есть лишь следствие причина которого человеческая потребность и потому в данном и иных случаях получается именно масса социума и есть тот самый сильный именно она действует такими же методами и оправданиями которые она ненавидит когда они применяются уже к ней. И понимаете подобных процессов существуют даже не сотни а тысячи в своем разнообразии и извращении по другому это не назвать где испытываемая боль находится за гранью понимания и представления наверное 99% людей вообще можете в комментах написать а какую самую сильную боль жизни вы испытывали но прежде чем написать задумайтесь вот над чем скорее всего каждый напишет разную историю из жизни едва ли они будут совпадать то есть в вашем случае это не было вопросом некой закономерности а теперь просто сравните это с эксплуатационным масштабом существующим в нашем мире и думается мне если бы животные могли оставлять комменты на ютубе они бы понаписали такого что подавляющее из оставшейся части людской аудитории писать о своих болевых и моральных переживаниях стало бы как-то стыдно хотя знаете а ведь за животных эти комментарии немного включив фантазию вполне может писать и человек но это так мысли вслух ну и скажите вы всерьез думаете что пока общество будет считать все это нормальным и приемлемым оно реально сможет более высокий уровень существования и выстроить более адекватную продуктивную долгоиграющую социальную базу взаимоотношений нет это попросту невозможно понимаете вот оцените некоторые данные в цифрах приведу вам короткий пример чтобы вы просто оценили масштабы данные за 2017 и 2005 год по производству мяса и рыбной продукции извините что такое разброс ну что нашел хотя в любом случае тут все будет и так ясно и так мировой рынок мяса всех видов за 2017 год достиг 324 миллионов тонн рыбной продукции за 2005 год составил 141 миллион тонн если сложить цифры и разделить на 62 килограмма это считается усредненным весом человека ну да ладно с поправкой на текущие условия давайте прибавим к этому процентов 15 и округлим до 70 килограмм то мы получим цифру более чем в 6 половины миллиардов одержа на остатке то что учитывается не все и потребление из года в год увеличивается а также учитывая то что формулу не идет меховой оборот всякого рода более изысканные виды пищи неофициальная статистика и так далее короче говоря смело можете прям брать цифру превышающую 7 а то и 8 миллиардов людей взрослого возраста но даже без учета общих цифр помните что в среднем человек потребляет примерно 70 килограммов мяса и около 14-20 рыбы в год то есть в человеческом эквиваленте один человек съедает одного человека в год и еще треть в качестве рыбы как-то так следовательно во всем мире в среднем один человек в год съедает примерно 130 процентов жизни в собственном эквиваленте то есть фактически убиенных тварей больше раза в полтора два а то и пять ведь в этом расчете мы не брали то что помимо мяса есть кости кожа шерсть и так далее небольшое дополнение которое более точно покажет какое количество единиц если можно так сказать выразить животных вот например тот же мясной атлас которую выпустила организация в Германии она указала следующие данные в среднем немец за свою жизнь съедает 4 коровы 4 барана 12 гусей 37 уток 46 свиней 46 индюков и 925 кур в общей сложности 1094 животных и птиц в том числе я привел этот пример и к нашему более ранее размышлению о том на что влияет выбор одного человека и много ли или мало ли от него зависит вот еще интересные цифры если взять все войны конфликты и прочее которые известны современной истории за последние лет 200 то они по жертвам даже десятую часть не покрывают современного годового оборота годового вы вообще представляете себе количество тонн крови которые проливает человечество ежегодно ради желудка и удовлетворения бытовых нужд в таком случае ответьте против кого в действительности ведется из года в год самая кровопролитная жестокая и не прекращающаяся не на один день в мире война я вам отвечу против тех кто ничего не может даже сказать в свою защиту против тех кто не претендует ни на йоту земли ресурсов власти и прочего против тех у кого нет хоть какого-то защитника против тех у кого нет ни единого шанса на победу и более того самое грязное во всем этом то что несмотря на то что это самое глобальное не побоюсь этого слова из всех когда-либо существующих войн о ней не принято не то что говорить но даже и думать а если и принято то лишь в таком ключе что ну это же так необходимо всем нам без этого всего мы бы давно умерли или я купил себе в магазине кожаную курточку и передаю привет всем активистам и защитникам животным посмотрите как современные нормы законы и морали позволяют мне задоминировать над ними и над вами над этими самыми животными и активистами а я тем самым могу выразить свою уникальность ну подумаешь ради этого пафоса кто-то был выращен и убит ничего ведь страшного да и знаете если человечество одобряет подобное положение дел и более того если оно еще успевает их оправдывать а отдельные личности видимо самые высокоразвитые представители социума умудряются еще поймать на этой теме сарказм то тут вывод только один без всех этих продуктов человечество не умрет потому что оно уже мертво оно давно лишь имитация жизни набор внешних телесных действий и мыслительных скриптов как у нпс в современных играх разве что чуть более тонко скорректированных и настроенных в разнообразии своих вариаций но внутри своей основе человечество мертво ибо если оно не видит беззакония значит его лишили глаз если не чувствует чей-то боли значит лишили сердце если не слышит вопли слабых следовательно не имеет ушей если не понимает что творит то и разума лишилось и раз человечество не имеет всех этих атрибутов живого и разумного существа как можно считать его в целом и отдельно каждого действительно живым что же остается от человека лишь набор личных потребностей удовлетворяющих исключительно собственное эго но как говорилось чуть ранее если все лишь для себя и может быть узкого круга близких если таковые имеются то не надо пенять брыкаться и возмущаться когда кто-то приходит за тобой для себя когда вчера ты жил одной жизнью а сегодня совсем другой когда ты или твои близкие пали или терпят ради чьих-то интересов не надо стенать на судьбу ибо ты такой же такой же слушай хватит просто тебя съела рыбка побольше я сказал хватит ави если ты не хочешь видеть кто там внизу пирамиды то почему не ждешь такого же отношения от тех кто выше тебя почему хочешь того чего не даешь сам и с одной стороны относительно кого-то ты считаешь справедливым а относительно себя уже несправедливым смирись это просто правило игры которые ты принял сам и в которые сам играешь если если нас как виду так и отдельного человека привычка потреблять и жрать невзирая на то кто и чем должен оплатить этот счет если для нас это важнее чем чья-то жизнь то значит что и само это явление жизнь имеет именно такую цену то есть нам на него по сути насрать и ведь мы лишь проявление этого явления не более если в веке нанометровых технологий спутников полетов интернетов и так далее мы все еще носим одежды из шкур и охотимся на мамонтов в супермаркете то можно ли утверждать что мы все еще не живем в неком каменном веке да даже палку можно заменить на красную кнопку но это прогресс палки но не того кто ее держит и в таком случае получается еще один интересный вывод вероятно труд не делает обезьяны человека как бы этого не хотелось вероятнее всего из обезьяны человека вообще не сделать зато как показывает практика из человека сделать обезьяну в негативном своем смысле это как два пальца да может кто-то скажет что вот к примеру есть медицинские опыты над животными которые принесли миру какие-то препараты и без них человечеству было бы худо может быть она вообще вымерла и вроде как они тоже законны однако должен заметить что я вижу общее здоровье человечества из поколения поколения как-то ухудшается ну хотя ладно это другая тема но относительно так скажем узаконенных жертв во благо человечества знаете никто не хочет жертвовать собой все хотят чьи это жертвы ради себя пусть кто-то умирает ради моего спокойствия кто-то терпит лишения бедствует и так далее вот так и рождается закон джунглей где каждый сам за себя а значит что в конечном итоге и против всех но тогда скажите если джунгли остаются джунглями а изменения которые в них происходят в действительности делают окружающее все более агрессивным жители более злыми больными и раздраженными то может быть все мы действительно просто делаем что-то не так неправильно воспринимаем основы бытия и отношения к фундаментальным правилам и знаете чем бы хотелось подытожить главу о законе и особенно причастие к тому или иному действию непосредственно каждого так как это можно сказать была одна из основных тем размышлений в данной главе отрывком из фильма три билборда на границе с миссури в этом отрывке главная героиня как раз таки проводит очень понятные и простые аргументы о так сказать ответственности и взаимосвязях участников одной группы в моменте смены отношения закона к ним думаю переложить ее слова да и сцену в целом на нашу уже тему у вас труда не составит я знаю как тяжело тебе пришлось милдред и поверь все знают если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится мы поможем всегда но мы все так же хорошо знаем у вильяма виллоуби и горожане категорически против этих билбордов уже опрос провели отец знаешь милдред если бы ты не перестала ходить в церковь ты научилась бы тогда хоть немного понимать чувства окружающих ко мне человек двадцать подошли в это воскресенье так что да я провел опрос мы все на твоей стороне в том что касается Анжелы но мы против такого подхода а знаете о чем я подумала я вдруг подумала о тех уличных бандах из Лос-Анджелеса о крипсах и блатсах и о новых законах которые ввели восьмидесятых кажется специально чтобы остановить эти уличные банды этих крипсов и блатсов и если память не подводит суть тех новых законов была в том что если ты с ними повязан вступил в банду и в соседнем квартале один из братанов из крипсов или из блатсов стреляет в кого-то или пыряет ножом то даже если ты ничего об этом не знаешь даже если ты просто стоял за углом и занимался своими делами по новому закону ты тоже считался виновным ты виновен уже потому что вообще пришел к этим крипсам и блатсам и вот я вдруг задумалась что вся описанная ситуация напоминает мне о церковниках у вас свой дресс-код и своя тусовка вы за неимением лучшего слова банда если вы сидите курите трубку и читаете библию пока один из корешей трахает мальчика алтарника то получается отец что по закону о крипсах и блатсах вы тоже виновны из-за того что вы одна банда и мне плевать что ты ничего не делал и ничего не видел и ничего не слышал но если ты в банде ты виновен насколько далеко ты готов зайти мистер Грин возможно с этой главы по некоторым литературным правилам следовало бы начать то есть тема выбора должна была быть видением погружением в тему но я решил поступить иначе хотел вначале продемонстрировать вам некую связку фактов логики и дальнейших выводов прежде чем затрагивать момент именно выбора чтобы если вы дошли до этой части повествования и согласились хотя бы с какой-то вышесказанной информацией то последующие доводы уже более личного так сказать плана были бы для вас более плодотворны чем в начале ведь помимо прочего одна из задач данного ролика заключалась в том чтобы постараться осветить с разных ракурсов наши реальные варианты и возможности принятия выбора подчеркну не сам выбор а того факта что этот выбор вообще есть на него следует обратить внимание и что зачастую действительно важный выбор очень часто остается за скобками сознания и чем сложнее выбор тем сильнее он за эти скобки выносится и выносится он не абы кем а разумом самого человека следовательно не буду утаивать я хочу посеять в вашей голове сомнения сомнения в ранее и давно уже расставленных приоритетах которые впрочем вам совершенно не повредит так как если в итоге приведенные доводы не возымеют нужного эффекта то вы в любом случае ничего не потеряете так как применяя подобные инструментарии рассуждений самостоятельно сможете найти и проверить с помощью его иные свои убеждения в других жизненных сферах и вопросах но если сомнения все же появится так это тоже хорошо ведь если ранее установленные утверждения были бы совершенны то для сомнений не осталось бы места а раз осталось следовательно есть что-то неразрешенное и есть вопросы на которые стоит обратить внимание ведь возможно выбор сделанный вами ранее был сделан вовсе не вами и возможно выбора вам не предоставили вовсе как и говорил ранее я не буду вас в чем-то убеждать или разубеждать принимать какую-то сторону и так далее но во всяком случае постараюсь насколько это возможно сохранить нейтралитет и уж тем более не буду агрессивно навязывать какие-то решения в вашей жизни так как это уже ваша забота да и потом принимать решение это уже второй шаг для так сказать более глубокого погружения в тему а вот чтобы войти в чертуги разума как раз таки и необходимо совершить тот самый выбор хочешь ли ты вообще посмотреть что находится за зазеркалем твоего привычного представления о мире и вот скажем пресловутая сцена с таблетками из фильма матрица ведь выбор в данных условиях в действительности отсутствует так как предлагает человеку раскрыть ни много ни мало тайны бытия и узнать нечто глобальное манящее и скрытое за семью печатями с одной стороны и отказаться от этого знания и вернуться прежней обыденной и надо сказать ничем не примечательной жизни причем без хоть какой-то веской причины с другой стороны это не выбор это лишь иллюзия выбора это знаете как предложить голодному суп или пустую тарелку как мышеловка где у мыши хоть и есть выбор не есть сыр но сомблазн и отсутствие понимания не только устройства мышеловки но и как бы самого осознания того что такое мышеловка вообще и почему сыр есть не нужно у нее отсутствует до определенного опыта как минимум который кстати в фильме продемонстрировал Сайфер когда сказал что если бы он знал то скорее всего красную таблетку он бы не взял прав он или не прав это вопрос другой вопрос о расширении так сказать понимания возможности выбора следовательно в условиях фильма матрица будем говорить откровенно выбор очевиден на 100% однако выбор часто сопровождается сомнением и страхом но как сказал писатель и философ Томас Карлейль сомнению любого рода может положить конец лишь действия я хочу указать вам на возможность рассмотрения отношения к тому что вы едите и почему под другим углом предложить иную ракурс для взгляда на данное явление выбор того что действительно можно рассмотреть эту устоявшуюся привычку как некую реально существующую проблему которая несмотря на свой мировой охват остается как бы в тени но при этом реально оказывающую влияние как на отдельного человека так и социум в целом думаю из предыдущих глав мы с вами выяснили что действительно существует ряд причин которые как минимум создают для подобного рассуждения предпосылки я предлагаю лишь попробовать задуматься ведь вроде как мы для этого и живем чтобы думать головой а не только чтобы в нее есть верно а продолжая размышления на тему некой иллюзии реальности вспомните а что же такое матрица точнее на чем она зиждется и следовательно чего боится больше всего ее главное оружие как это ни странно привычки привычки для мышления как капканы как болото и важнейшая их особенность в условии матрицы в том чтобы привычки не формировали тенденцию у человечества в сторону здоровых моральных устоев и положительного созидания ибо последнее ведет к увеличению самопознания и тут уж согласитесь что более страшной опасности для любой иллюзии чем развивающаяся осознанность просто не существует задайте себе вопрос и постарайтесь ответить честно действительно ли мы отталкиваемся от нужного источника знаний дабы непредвзято оценить вопрос употребления в пищу живых существ их кровь плоть и как далека эта оценка от некого абсолюта именно этим мы и займемся в этой главе постараемся как обычно свести все к крайне простому вопросу что можно и чего нельзя что такое хорошо и что такое плохо ведь согласитесь что по большей сути в этом мире все нам дозволено и все разрешено но ведь не все из того что дозволено как показывает практика идет нам в пользу но тут возникает одна проблема о которой я вскользь упоминал чуть ранее сможет ли задаться человек этим или иным вопросом всерьез будет ли он слушать все вот эти мои размышления или подобные моим размышлениям на данную или другую тему ведь нам внушили что мы уникальные снежинки мы так все знаем обо всем в курсе и на все имеем свою да да конечно именно свою и несомненно правильную точку зрения и вот именно тут находится главная суть прямо здесь и прямо сейчас говоря в нашем случае о поедании мяса и остальной эксплуатации животных подавляющее большинство гонит от себя эту мысль если вдруг она случайно ему попадется почему же он отмахивается и почему думает что так уверен в своем выборе раз отмахивается ведь это важнейший вопрос это основа бытия серьезнейшая тема жизнь и смерть два основных столпа нашей реальности и вообще кстати вспомните а когда вы в последний раз о чем-либо всерьез задумывались именно не делали вид а думали всерьез до конца ведь размышления это как поиск выхода из лабиринта не абстрактное блуждание или легкомысленная прогулка а действия имеющие конкретную и конечную цель найти ответ как давно лично ты размышлял всерьез о каких-то высоких вопросах типа смысла жизни и так далее над теми вопросами которые современное общество всегда как бы высмеивало и в то же время превозносило философов религию и писателей ставящих данные вопросы и размышляющих над ними парадокс тысячи фильмов книг теории прочего и все это так разнообразно популярно и маняще но совершенно выносящиеся за скобки в нашем реальном социуме будто все эти вопросы не более чем игрушка для разума баловство для философов будто найти ответы на них в реальности невозможно и существует лишь теории может ли в таком случае быть так что в общество когда-то ввели такой тренд моду только представьте себе ограничить человека от самостоятельных мыслей о таких явлениях как кто он зачем где и почему то есть как я и говорил ранее тем самым постепенно как бы оградив человека от самого выбора от самой привычки поразмышлять всерьез на какую-то тему и сопоставить имеющиеся факты ведь внедрение добровольного отказа от размышления это если рассудить одна из самых глобальных диверсий против человечества у Байрона есть такая цитата те кто не рассуждают фанатики те кто не могут дураки а те кто не осмеливаются рабы и знаете хочется пожалуй дополнить со ссылкой на текущие реалии те кто не знают что могут NPC получается так вспомните матрицу ведь сама ее система на этом изиждилась на том что человечество не сильно то и задумывалось о том где они кто и зачем не обращали внимания не размышляли над происходящими процессами и не рассматривали их внимательно тем самым самостоятельно держа на плечах своего разума целый мир натянутый на глаза поэтому давайте же немного рассмотрим этот процесс мышления чуть более подробно помните был такой фильм чужие среди нас в нем была очень показательная сцена где главный герой пытался одеть так называемые очки правды на своего товарища а тот отчаянно изо всех сил сопротивлялся почему же он так противился иному взгляду потому что человек особенно чем старше тем он все более становится определенной сформированной и законченной личностью к которой он привык а точнее сказать с которой он свыкся на этот эффект кстати есть старая цитата из библии про мехи и вино человеку ведь очень сложно бороться за своим я а точнее он и не борется с ним так как элементарно его не видит он не осознает его присутствие как таковое потому что он к нему привык привык настолько что не замечает как это я окружает его подобно паразиту и для этого паразита один лишь новый взгляд способен вызвать в человеке кардинальную переоценку ценностей что впоследствии может дойти до того что попросту это я убьет та самая пирамида о которой мы говорили в самом начале видео но в выражении одного человека вспомните также сцену из фильма револьвер вот это как раз наглядный пример этого я это он прикидывается твоим лучшим другом говорит тебе что делать и куда смотреть а куда не смотреть жертва должна поверить что ты ее друг если ты вдруг решишь взглянуть на старую привычку под иным взглядом к примеру проехаться на лифте когда у тебя болезнь клаустрофобии или совершить иную переоценку ценностей прежде всего он скажет что тебе страшно если я говорю что тебе страшно тебе страшно потому что страх это его кнут для тебя но преимущество этого я в том что оно находясь внутри твоего сознания прекрасно тебя видит и ощущает его главная цель поменяться с тобой местами примерно как агент смит заражал с собой людей и это доминирующая субличность нынешних реалиях и есть отражение того что мы называем система как отражение действующих правил нынешнего времени его никто не видит но голд видит всех нас оно есть взращенное с детства и постепенно формировавшееся вместе с тобою и подменяя тебя одновременно как бы вытесняет твой личный взгляд всевозможными информационными и остальными инструментами я всегда был твоим другом всегда с самого начала потому что система изучает вопрос того как нужно лепить свое отражение так чтобы человек ассоциировал себя с ней и соответственно выигрывает всегда так которая понимает это лучше остальных потому что по сути человек в конечном итоге сам лепит ее внутри себя ты знаешь кто такой сам голд мистер грин ты должен его знать потому что он знает кто ты такой и в свою очередь это и есть система в своей полноте которая вокруг тебя но полностью поместившаяся в тебе самом она вне тебя и она же внутри тебя его лучшая разводка заключалась в том что он заставил тебя поверить что он это ты это такой современный косплейно-религиозную идею божественности где с одной стороны бог как бы везде и нигде одновременно и будучи слишком великим чтобы находиться в неком условном физическом храме даже в самом огромном в то же время смог уместиться в человеке называя уже его тело храмом если проводить параллели между системой и грубо говоря дьяволом то ведь дьявол ничего не создает зачем ему это надо ведь он не дурак он берет уже совершенный инструмент который создал бог и переворачивает его с ног на голову сколько я за тобой присматривал сколько я тебе помогал вообще же уметь трансформироваться по жизни и не забывать о такой возможности это очень круто но все сложнее с годами особенно повторюсь если изначальная формирование нацелено не на самоанализ самокритику рус личности и так далее а на поглощение определенных взглядов с целью сформировать ограниченного а следовательно и предсказуемого не только отдельного индивида я не раз приводил своих видео монолог сталкера о застоявшемся сухом а значит омертвевшим лишенном подвижности и умирающим вот этот монолог как раз про это когда человек родится он слаб и гибок когда умирает он крепок и черств когда дерево растет оно нежное и гибко а когда оно сухо и жестко оно умирает черствость и сила спутники смерти гибкость и слабость выражают свежесть бытия поэтому что отвердело то не победит ну прикиньте сами если мы рассматриваем себя как некую сущность стремящуюся к совершенству то ведь этот процесс и есть постоянные изменения до достижения этого совершенства которое уже в своем апофеозе и должно полностью сформироваться и завершиться кстати данная философская мысль об этом процессе также высказана в ветхом завете где всевышний сам о себе говорит я егова я не изменяюсь или всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от отца светов у которого нет изменения и не тени перемены ну и знаете ведь один из важнейших ориентиров в этой жизни это понять кто твой друг а кто враг я твой лучший друг я твой лучший друг я враг желает тебе смерти а друг жизни враг желает тебя контролировать друг желает тебе свободы без меня тебе не победить и говоря о вашем покорном слуге если все что я делаю и озвучиваю в этом видео то только лишь привожу некоторые факты и стараюсь выстроить на них некоторые логические линии пытаясь показать тебе нечто привычное для тебя в ином свете тем самым только обозначив наличие выбора в некоторых явлениях в то же время не имея из тебя никаких ресурсов никаких планов или меркантильных интересов обличая утаивание фактов и указывая на выгоду бенефициаров всех этих системных манипуляций что это дает мне то первый выбор тебя как зрителя через призму которого ты будешь воспринимать информацию в данном видео это ответ на вопрос самому себе кто твой друг а кто твой враг ты слушаешь тех кто стоит по ту сторону Джейк ты слушаешь людей которые хотят причинить тебе боль это новые люди новые они не похожи на старых друзей вроде меня в общем же в текущем положении делал человек с самого детства через медиа развлекательных контент неких авторитетов и прочее доверяет как правило той информации которая имеет большее количество ресурсов для того чтобы во-первых чаще мелькать а во-вторых одеваться в более дорогие наряды более завлекательные для разума которые для восприятия подобны бомбардировки от которой невозможно скрыться изменив ситуацию с тем кто контролирует тебя ты сможешь изменить ситуацию тем что контролируешь ее сам кстати позвольте в конце этой главы краткую ремарку обратите внимание что правда она всегда ну или почти всегда проще лжи и как-то легче и осознаннее что ли усваивается разумом так как лжи необходимы те самые красивые информационные одежды чтобы за этой красотой скрыть ловушку уродства обмана как бы обойти защиту основанной на проверке факторов и проникнуть в подсознание которое уже просто переваривает и впитывает информацию как желудок пищу если соперник поистине хорош он загонит жертву в ситуацию которой сможет управлять в этом смысле я считаю в фильме чужие среди нас достаточно верно передали эффект того что рекламные баннеры обложки и так далее под очками выглядят как бы серо и просто но при этом совершенно информативно то есть как бы так как это воспринимает подсознание ничего лишнего только суть может быть создатели фильма сделали это неосознанно но момент простоты и более легкого отделения одного другого тут явно можно проследить поскольку рассматриваем мы вопрос с разных сторон вспомнили даже о некоторых фильмах и в общем-то данный ролик это некий развернутый обзор на ленту земляне да и в целом деятельность моя на ютубе связана с синемат то не обойдем вниманием и тему потребления контента в целом так как в некотором смысле это ведь тоже еда просто для мозга и поговорим мы не просто о неком абстрактном контенте а о крайне раскрученном его подразделе так сказать особенно в последнее время жестоком и кровавом а также его влияние на пользователей нашей матрицы думаю многие из вас заметили что последние десятилетия в социуме активно популяризируется достаточно жестокий контент и это не какие-то голословные утверждения сейчас на экране вы можете увидеть график отображающий динамику роста и падения фильмов по годам и жанрам хоррор трэш расчлененка и так далее преподносится с максимальным разнообразием и фантазиям перемешку с некой эстетикой где-то таинственностью ну и конечно практически всегда обязательным сексуальным шлейфом все это поглощается зрителям с немалым удовольствием под восторженные крики и поедание попкорна однако когда дело касается настоящего хоррора и реальной жестокости в уже реальной жизни восторженные крики как-то резко затихают а зрители не спешат пересматривать любимые моменты предпочитая вовсе игнорировать информацию в виде статей статистики документальных фильмов в том числе кстати и фильмы земляне почему ведь казалось бы вот оно наслаждаешься в реальности тем чем наслаждаешься в виртуальности ведь на контент любого иного рода практически это распространяется тот же самый сексуальный контент контент про еду автомобили образование путешествия и так далее зачастую то что ты видишь в виртуальности ты хотел бы видеть и в реальности но не в этот раз социальные нормы поведения и морали сформировались таким образом что современный медиа развлекательный контент как бы приучает нас к одним стандартам но в то же время уже в реальном мире социум постоянно держит на коротком поводке морали кстати зачастую через все те же медиа инструменты заставляя изображать так называемых правильных людей тем самым как бы подавляя насаженные желания этим самым образуется эффект запретного плода который всегда запретен но всегда желаем наглядно и в массе так сказать мы могли наблюдать это явление на том же примере джинсов или жвачки во времена СССР где дошло до того что на одном из стадионов буквально произошла давка с многочисленными летальными исходами подумайте только из-за жвачки можно пойти еще немного дальше когда нечто происходящее на экране очередного фильма ужасов происходит в реальности и особенно если участником а точнее жертвой очередного мясного театра становишься ты или твои близкие то как-то это уже оценивается не так весело да безусловно человек разделяет происходящее на экране от происходящее за его пределами но дело в том что границы постепенно размываются и тут нельзя не отметить то что подобный контент на разную психику производит разное воздействие кто-то может захотеть попробовать чуть дальше чем попкорн кто-то случайно глянуть такое в крайне детском возрасте и более того уверяю вас это происходит достаточно часто а вся эта дичь типа возрастных ограничений но вы же понимаете что это лишь формальность типа никто из подростков не смотрел взрослый контент до 18 лет а? так а что на выходе то? то есть с одной стороны в виртуальности общество поглощает всю эту чернуху а если она же происходит в реальности а я замечу что происходит она там часто и очень часто то начинается устинание когда кто-то кого-то за личную выгоду баксы власти и прочие интересы хочет убить продать расчленить изнасиловать оскорбить избить ну и так далее и что-то я не вижу большой разницы в этом перечислении между тем что происходит в реальности и в виртуальности ощущение что и тут и там происходят примерно одинаковые процессы вам так не кажется ну или видимо у меня в очередной раз дежавю не навязываю свою точку зрения но как я вижу у мозга нет распределения на реально или нереально кстати этимология слова реальный действительный относящийся к вещам то есть когда мы говорим о реальности подразумевая некий мир то по сути мы говорим о неком месте наполненном условно чем-то где происходят какие-то события и действия все единственное отличие реальности друг от друга это если можно так выразиться их качество то есть детализация продуманность и следовательно плотность ощущений ее участникам и вариативность всевозможных действий однако эмоциональная составляющая не меняется она лишь зависит от уровня самопогружения так скажем обратите внимание на слово самопогружение то есть для того чтобы тебе более плотно ощутить реальность тебе нужно более в нее самопогрузиться именно поэтому одного и того же уровня эмоций могут быть испытаны человеком в скажем играх разного уровня проработки и фильмов с разным бюджетом по итогу все что у нас входит причем не важно где от нас потом и проявляется но проявляется уже везде короче говоря как обычно бытие определяет сознание а сознание бытие и чтобы там не утверждали некоторые люди говоря к примеру следующее ой что вы игрушки мультики мультфильмы сериалы фильмы прямо вот от них все беды нет других забот и проблем более глобальных которые реально влияют и прочее да никто ведь с этим и не спорит но все это кусочки одного пазла ведь эти же люди потом не раз могут удивиться и выдать например такое вот клише что что-то молодежь стала агрессивнее невоспитаннее и так далее и тому подобное потому что все это кирпичики с помощью которых строят дом социума хотите вы или нет все это мазки кистью на картине человечества и каждый из них оставляет свой отпечаток ну хорошо вот наглядный пример родители ограждают своих чат от порнографии а почему не хотят чтобы дети об этом знали но почему это что плохо что ли вероятно да видать как-то не очень это правильно в их представлении не очень нормально не хотят вот родители чтобы в их чат проникала эта информация а следовательно и воздействовала на них а значит в итоге и меняла их то есть родители не хотят именно изменения вероятно какую-то конкретную сторону которая возымеет определенные последствия но ведь если задать вопрос почему вы не хотите думаю что особо внятного ответа со всеми выводами вы возможно даже и не получите однако на каком-то уровне считывания информации взрослые определили данный контент как неприемлемым для детей хотя дети вообще-то появляются на свет таким образом вроде как бы это естественный процесс вот такие дела кстати подобный эффект был также наблюдаем после распада СССР когда на детей хлынула продукция Диснея почему-то большинство родителей не особенно-то понравились эти мультфильмы на неком подсознательном уровне и тут дело совершенно не в том что условно Америка еще вчера была врагом пришел капитализм и так далее нет дело именно в считывании информации которая кстати со временем появление интернета вполне себе оправдалось и сейчас вы можете найти достаточное количество обзоров где по полочкам раскладывают как эти мультфильмы деструктивно влияют на детское сознание какие образы они там рисуют черта они даже умудрились вставить реальный порнографический кадр в мультфильм какие вам еще нужны доказательства и ведь если бы информация не меняла то в данном случае и опасения это не вызывало следовательно хотим мы или нет информация на нас воздействует и меняет так или иначе как еда да взрослых меньше но взрослые сменяются новым поколением и потому утверждение вроде вот я поиграл посмотрел почитал и я такой же как и был скорее ошибочно чем истины во-первых этот механизм в рамках социального моделирования работает не так явно а во-вторых насколько объективно даже взрослый человек может отследить собственные изменения и насколько точно он может установить причину или ряд причин повлекших их кстати позвольте некоторую ремарку именно по нашей теме относительно контента для взрослых вот вам один факт в данных видео существует такая тематика как краш-фетиш ведь такого сексуального удовольствия которое проявляется когда человек противоположного пола давит ногами какие-либо предметы или продукты питания есть еще и ответвление софт краш или хард краш и вот они относятся к видеороликам в которых давят мелких животных беспозвоночных рептили птиц да и в общем кого угодно ну и как вы понимаете можно делать вид что ты давишь а можно давить до летальных исходов в том числе что в свое время и происходило на так называемых полузакрытых серверах с таким контентом хотя наверное и сейчас данная тематика имеет своего зрителя что уж творится на так называемых совсем закрытых показах остается только догадываться хотя знаете думается мне что творятся там вещи не сильно отличающиеся или вообще не отличающиеся от того на что привык смотреть зритель под попкорн в кинотеатрах под жанрами хоррор слэшер и подобное помимо прочего я привел этот пример для того чтобы показать что в этом мире все подлежит развитию все стремится обрести так скажем все больше силы и едва ли подобное было уместно ну скажем лет сто назад верно да вы можете возразить что сто лет назад не было интернета но тут вопрос именно в спросе на подобную информацию а спроса не было потому что общество было еще не так развращено как минимум в подавляющей своей массе как доказательство можете глянуть на количество женщин в процентном соотношении в откровенно вызывающих одеждах сто лет назад и сегодня грубо говоря тому как менялась мода а что значит развращено я говорю это не только применительно к порнографии а это значит что как раз таки и ту цитату о грехе которую я уже вам приводил со временем нормы смещаются и то что вчера казалось дикостью сегодня допустимо и нормально сомневаюсь кстати что современные фильмы или видеоигры понравились бы чисто с эстетического плана тем же людям которые жили лет сто назад мясной хоррор где экран заливается кровью и ошметками тел едва ли считался для людей того уровня развращенности развлечением скорее бы он воспринимался с отвращением и говоря о днях текущих с одной стороны вроде как есть определенные ограничения чисто формальные а с другой когда те же дети уже давно залипают в мобильные игры и не только игры где там им такие подтексты рисуют прямо и косвенно это ничего страшного что ли те же мультфильмы и современный интернет являются всевозможными намеками моделями поведения и прочим и так далее в общем подобной черни и остального столько что даже считать не стоит это ведь все самое типичное окно овертона которое кстати не без помощи медиа в обществе как бы имеет но некий конспирологический оттенок что ли но вот это все знаете вы преувеличиваете зачем вы сгущаете краски и тому подобное но чтобы не сгущать эти краски голословно позвольте привести один простейший пример а вы уже сами делаете выводы о том насколько краски густые и самое главное сами ли они сгустились или возможно кто-то этому поспособствовал помните такое невероятно раскрученное произведение над пропастью воржи опубликованное обратите внимание аж в 1951 году американским писателем Джеромом Сэленджером в романе от лица 16-летнего юноши по имени Холден откровенно рассказывается о его обостренном восприятии американской действительности и непринятии общих канонов и морали современного общества роман был переведен почти на все основные языки мира в 2005 году журнал Тайм включил роман в список 100 лучших англоязычных романов написанных начиная с 1923 года а издательство Modern Library включило его в список 100 лучших англоязычных романов 20-го столетия кстати в свое время я его полностью прочел и не сказать что меня что-то прям дико зацепило однако я вспомнил из всего повествования один момент он как раз отлично ложится как пример на предыдущее повествование цитирую когда он ушел я стал смотреть в окошко не снимая пальто все равно делать было нечего вы даже не представляете что творилось в корпусе напротив там даже не потрудились опустить занавески я видел как один тип седой приличный господин в одних трусах вытворял такое что вы не поверите если я вам расскажу сначала он поставил чемодан на кровать потом вынул оттуда женскую одежду и надел на себя настоящую женскую одежду шелковые чулки туфли на каблуках бюстгальтер и такой пояс на котором болтаются резинки потом надел узкое черное платье вечернее платье богом клянусь а потом стал ходить по комнате маленькими шажками как женщины ходят и курить сигарету и смотреться в зеркало он был совсем один если только никого не было в ванной этого я не видел конец цитаты напоминаю что этому контенту уже более 80 лет это не мобильная игрулька мультик или так далее просто текст ну так это что-то значит или это не значит ничего вообще или это другое но это еще не все друзья мои теперь обратите внимание на следующую строчку и оцените какой контраст нам предоставляет писатель вы только посмотрите как тонко это сделано прямо чувствуется знаете эти нотки литературных методичек и приемов да да между прочим у писателей как и представителей иных профессий есть свои инструменты и хитрости и тонкости в общем далее по тексту поступок вот этого мужчины как бы равен в своем безумстве вот с чем читаю следующую строчку а в окошке прямо над ним я видел как мужчина и женщина брызгали друг в друга водой изо рта сначала он наберет большой рот и как фыркнет на нее а потом она на него по очереди черт их дери вы бы на них смотрели хохочут до истерики как будто ничего смешнее не видели я не шучу в гостинице было полно психов понимаете да то есть с одной стороны парочка мужчина и женщина вполне себе ну так скажем мило резвятся а с другой стороны старикан чулки натягивает но и стариканы и парочку как бы подвели под одну черту извращенности и ненормальности назвав их психами не отличающимся друг от друга по так скажем уровню психоза но это лишь своего рода переверт в действительности же на подсознательном уровне воспринимается это как одинаковый уровень нормальности так скажем ну то есть допустим если раньше для читателя и особенно молодого читателя пускать воду изо рта и одевать женскую одежду стояли на разных уровнях дозволенности и нормальности если хотите то в данном случае автор просто уравнял их типа дружище да в этих переодеваниях ничего такого нет не больше чем пустить фонтанчик воды изо рта и более того еще одна тонкость в следующий раз когда читатель наберет воды в рот и пустит такой вот фонтанчик или увидит как кто-то это делает как например подобным балуются дети особенно раньше когда они очень много времени проводили вместе на улице это вообще знаете очень распространенное так скажем баловство особенно где-то у воды где много людей так вот каждый раз в его памяти будет всплывать эта сцена в отеле и особенно сделаю акцент что в 1951 не было интернета фильмы и особенно фильмы для взрослых нельзя было по желанию взять и посмотреть дома не было такого потока информации и то что сейчас вам кажется таким что вы на это даже внимания не обратите раньше воспринималось намного более ярче намного так происходит с любым новым явлением ну вот такие дела и возвращаясь как бы к началу главы знаете высказывание подобного толка когда кто-то говорит это не влияет то не влияет а что тогда влияет уровень жизни да вроде нет смотришь бывает у кого-то с уровнем все нормально а вот с остальным как-то не очень может быть образование да тоже не сказать если я не ошибаюсь то античеловечные опыты оружие массового поражения в том числе биологические вредные добавки да и миллионы всего подобного в том числе контент кстати делают не самые глупые в интеллектуальном смысле люди так что в итоге то формирует человека понятно что формирует в итоге все в определенной степени но знаете еще вчера ТВ считался зомбоящиком а сегодня получается игры и фильмы из того же по сути модернизированного ящика уже не зомбируют что ли так судя по логике я считаю как раз наоборот если ящик проапгрейдили то и уровень воздействия его возрос не считаете так вот продолжая про контент и накладывая его на тему данного видео а точнее высказывание о том что они имеется ввиду животные не такие можно сказать что человек обычно я имею ввиду человек не связанный как-то с животным производством случайно наткнувшись на это ассоциирует боль и страдания на себя сомневаюсь что это было бы возможно если бы они действительно были не такими зритель понимает а точнее наблюдает по внешним признакам что чувствительная составляющая у них такая же как у нас потому что интеллект это так скажем уровень ума но восприятие боли это все же исключительно телесный если хотите встроенный триггер едва ли болевой порог умения развитого интеллектом человека ниже чем у более развитого и да хотя подобный эффект иной раз можно наблюдать но нельзя сказать что расхождения прямо какие-то существенные и тут скорее роль играет отношение к боли и некая физическая подготовка так как в противном случае дети были бы менее восприимчивы к боли чем взрослые но в реальности это получается как раз наоборот да и вообще знаете выбирать интеллект как общий знаменатель неких прав и норм едва ли хоть как-то интеллектуально но все же почему мы на неком инстинктивном уровне воспринимаем то что чужая боль и физические страдания равноценны или плюс-минус равноценны нашим собственным даже если это касается совершенно иного вида да собственно все очень просто потому что мы сами испытывая страдания выражаем их совершенно идентичными внешними проявлениями мы кричим истекаем кровью совершаем хаотичные движения мы также можем прочитать именно прочитать чувство боли в глазах животного так же как считываем ее в глазах человека мы испытываем такие же последствия от нее если она не привела к смерти так же заживают и болят участки тела на которых было применено физическое воздействие при небрежном или неаккуратном соприкосновении с ними они так же вызывают дискомфорт для ухода за ними требуются идентичные препараты плюс-минус методы и так далее но в таком случае согласитесь что если мы наблюдаем полный или почти полный совпадающий ассоциативный ряд между собой и животными как относительно строения тела так и относительно болевых ощущений но ведь логично что и чувствуем это одинаково это как сравнить два компьютера один супер старый другой супер новый да у нового мощей поболее и задачи другие но и тот и другой имеют плюс-минус одинаковую компоновку но что еще более важно оба питаются совершенно одинаковым электричеством которое если хотите и обобщает их в некотором роде в общий единый вид очень большой да но все же вид в нашем случае это кровь и в следующей главе я приведу вам некоторые аргументы подтверждающие это ну и раз уж физические составляющие затронули то в противовес стоит добавить и пару слов о чувствах все же мы не только мясо с костями есть ведь у нас что-то еще вопрос в том есть ли это что-то в других внешне не похожих на нас точнее я бы так сказал не полностью идентичных в рамках форм тела и с одной стороны животные ведь не люди это понятно но что значит люди то есть что значит это слово когда мы говорим сравнительно с животным миром мы ведь уже выяснили что у них оказывается тоже есть тело глаза мозг боль и так далее так в чем отличие кто-то может внятно ответить на этот вопрос хотя бы самому себе вот когда гладишь домашнее животное это ведь не то же самое что гладить подушку ты ведь чувствуешь связь чувствуешь что-то такое чего нельзя получить от неодушевленного предмета а ведь в рамках выбора точнее не так определение какого-то вида в класс домашнего любимца это по сути есть вопрос лишь в человеческом отношении кого он избрал на эту роль ну и еще момент представьте обратную связь уже животных с человеком это особенно работает знаете в небольших домашних хозяйствах когда человек их кормит ухаживает очень часто даже бывает дает имена гладит там ну в общем всячески выражает заботу отзывается с любовью и так далее а потом бац в какой-то момент пускает их под нож вы вообще понимаете как это выглядит со стороны особенно с точки зрения восприятия животного ведь относительно взаимоотношений это самое настоящее предательство причем предательство крайне гнусное и крайне грязное особенно учитывая то что предают их даже не ради какой-то великой цели а ради желудка которую будем откровенны особенно в наше время ну вот вообще разнообразие при желании не лишен а что если скажем уровень любви и привязанности животных к своим детенышей а детенышей к родителям такой же на чувствительном уровне как и у человека а к человеку иной раз даже выше чем человека к нему это можно наблюдать например потому как животное относится к своим так называемым хозяевам ну или друзьям если хотите особенно тем кто их спас вспомните тот же хатико хотя это не только собаки как принято думать там на самом деле все и тигры и львы и птицы и гуси и прочее так как же тогда быть в рамках измерения чувствительной составляющей брать ли данные измерения в расчет или нет и чем мы меряем вообще этот статус приоритета чьей-то жизнью я вам отвечу каждый измеряет ее исключительно исходя от индивидуальной важности того или иного объекта лично для себя и что же получается что мы в таком случае должны подводить под общий знаменатель исключительно наше личное отношение так ведь но так это и называется эгоизмом как я уже и упоминал несколько ранее такое восприятие действительности это и есть закон джунглей когда ты и твое я имеет максимальное положение в твоей иерархической цепочке и тут вообще уже не важно кто какого вида кто какие страдания или лишения испытывает главное в таком мировоззрении это ты сам ну и далее уже просто обстраиваешь рамки исходя из ситуации ну скажем соседа лучше чем меня лучше чужую корову чем мою кошку иной раз даже лучше вообще какого-то незнакомого человека которого ты в жизни никогда не видел чем любимую собаку например но с другой стороны все же лучше кошку чем близкого ну и так далее так вот помните что кто-то постоянно находится по ту сторону а точнее все мы всегда по обе стороны вопрос лишь с чьей стороны смотреть и стоит лишь поменять положение терпящих страдания и лишения на себя или близких и все вдруг откуда-то возникает и ужас и кошмар вопли стоны и так далее и тому подобное а вот кстати интересный пример на массовом уровне так сказать так вот представьте контент следующего формата в какой-то день стали резко умирать домашние животные массово по всему миру и более того жестоко как на скотобойнях просто представьте вообще уровень восприятия подобной новости и общее ощущение от этого явления в обществе ну а чтобы упразднить так скажем эффект от неожиданности и виртуальности самого явления допустите что ну скажем вышел новый закон всех домашних животных необходимо уничтожить по причине того что они являются ну допустим носителями неизлечимого смертельного для человека вируса кто не может сам у того принудительно будут изымать и ликвидировать причем не усыплять там укольчиками а совершенно обычными методами забоя ну вот такая вот болезнь и вот у вас ваших соседей родственников по всей стране миру в целом у кого были хоть какие-то домашние животные квартиры или дома в один момент стали залиты кровью валяется шкура оторванные части тела и так далее воображаю какая бы это была массовая паника недоумение шок слезы и так далее а ведь в действительности именно так все и происходит именно так и исходя из цифр которые я вам озвучил ранее разве что в намного больших масштабах но даже более скажу в реальности это происходит очень часто очень изощренными и садистскими методами и кажется я уже не раз дополнял свои высказывания вот этими вот словами да про садистские методы думаю пора бы вам привести хотя бы один конкретный пример чтобы это мое высказывание не воспринималось вами как нечто пустое ну типа для красного словца ну и потом у нас же глава про так называемый контент верно? я обещал вам в этом видео что не будет ни фото ни видеоматериалов жесткого формата но я же не обещал что не расскажу вам об этом вы наверное слышали такое гламурное слово фуа-гра а знаете что это вообще такое и как оно вообще попадает на столы ресторанов для вас я сейчас опишу этот процесс в подробностях и раз уж у нас видео без жести послушаем об этом не под фото и видеоматериалы этих грязных производств измученных и искалеченных птиц находящихся в клетках не превышающих их размеров где все вокруг застывшей крови фекалиях и сопровождается постоянными воплями и так далее короче говоря не под реальный контент а под милые фото и видео этих птиц многие только слышали это название некоторые представляют что это такое но совсем малая часть людей знает о всех этапах его приготовления в переводе с французского фойе-грас означает жирная печень что является правдой это распухшая от жира печень больных гусей для изготовления паштета в массовых целях используется только печень самцов селезней поэтому с самками не церемонятся после рождения всех птенцов сортируют самок складывают в мешок и топят в баке иногда с кипятком чтобы мешок не всплывал его придавливают тяжелыми предметами тут даже вспоминается такая фраза когда живые позавидуют мертвецам но да ладно но как же заставить птиц есть больше чем они могут хомосапиенсы нашли решение на сильное кормление нет они не предлагают птицам кормушкой с изобилием и разнообразием пищи для естественного набора веса они трижды в день каждой птице насильно вставляют металлическую трубку в рот и вталкивают пищу от горла до желудка с помощью помп под огромным напором в желудок птицы сбрасывается десятикратная норма до двух с половиной четырех килограмм зерна кукуруза или овсянки такая процедура носит французское романтическое название гаваж и продолжается в течение двух-трех недель в результате такого интенсивного откармливания печень уток может увеличиваться до 10-12 раз от нормальных размеров вместо 30-60 грамм печень больных животных весит 500-600 и становится просто огромных размеров оказывая давление на соседние органы животное попросту становится инвалидом нередки случаи когда от такого насильственного питания жертвы захлебываются в собственной рвоте оставаясь валяться в клетке такая смерть стала вполне обычной для так называемой печеночной индустрии многие умирают от разрыва желудка или зоба также корм часто попадает в легкие вызывая мучительное воспаление или от ран полученных во время запихивания трубки от непрекращающихся ранений внутренности шеи появляются опухоли нередко в живых птицах заводятся черви у некоторых во время питья из шеи протекает вода из-за таких травм птицы не способны питаться самостоятельно вследствие кормления множество птиц из одной трубки без какой-либо промежуточной дезинфекции птицы часто болеют инфекционными заболеваниями решается это просто на производствах их пичкают антибиотиками которые кстати из-за перегрузки печени в ней же и остаются потом как вы понимаете попадают уже в желудок и конечным потребителям как и во многих других сферах животноводства при производстве фуагра многие птицы не доживают до бойни и эти травмы только последствия от насильственного кормления их часто бьют только вдумайтесь за непослушание то есть сопротивляться еще думают да сволочи такие кстати переносят их исключительно за шеи а общий внешний вид грязных окровавленных птиц со множеством травм вследствие бесконечных мучений производители фуагра с помощью различных купленных источников и оплаченных исследователей уверяют что это чрезвычайно полезный продукт ну вы только посмотрите как он выглядит которым должны питаться чуть не каждый день приводится много фактов и совпадений в которых утиная печень излечивает от болезней и увеличивает срок жизни но это как вы понимаете только благодаря спонсированию мясной промышленностью различных исследований которые обязаны закончиться в пользу производителя мясных продуктов опять дежави у меня какой-то в очередной раз где бы интересно я мог подобное встречать уже в рамках сугубо человеческих взаимоотношений ну да ладно однако иные исследователи считают что употребление фуа-гра вызывает амилоидоз который поражает печень почки селезенку и другие органы симптомы амилоидоза от усталости и потери веса до возникновения опухолей и отказа почек что характерно сами живодеры уж извините называю вещи своими именами утверждают что процесс кормления вполне гуманен я вам чуть позже кстати покажу без всякой жести общий вид этой гуманности птички аккуратненько открывают клювик осторожно вводят смазанную жиром трубочку через нее заполняют пищевод кормом и помогают передвинуть корм по пищеводу пищевод уточек и гусей имеет защитный слой так как их естественная пища весьма грубая кроме того после кормления гусян непременно делают массаж горла вы меня извините но такого откровенного пи***я когда из меня пытаются сделать какого-то совершенного идиота я просто не могу не засмеяться мало того что мне пытаются втереть откровенную дичь так еще и преподносят это знаете под таким соусом как будто это благо какое-то это кстати знаете вот такие производства подобное этому как не послушай каких-то работниках там вот все в таком стиле ну прямо условно не скотобойни какие-то а ветеринарные клиники рай для животных ну прямо какие-то святые садисты вот можно так их назвать можете загуглить сами материалы по теме увидите там и массажи во всей красе и смазанные трубочки и все остальное а вот кстати информация уже из других источников реальные способы обращения рабочих с птицами таковы рабочие повседневно переносят их за шеи при этом утки хрипят и выделяют от страха кал и мочу у множества птиц кровоточат крылья и бока поранены клювы и лапы птицы выглядят больными их глаза безучастны они не чистятся перья неухоженные это может происходить только в том случае когда животное сильно страдает будучи очень слабым раненым или больным многие утки не двигаются или не в состоянии передвигаться без помощи крыльев теперь скажите ну и как вам такой контент совершенно реальный не какая-то выдумка режиссера попадает вот это все под рамки норм здорового общества а знаете сколько таких вот изощренных методов всевозможной эксплуатации я вас уверяю что у вас привычный бештекс пельмешки колбаска и прочее от вышеописанного не отличается ничем если не верите хоть и думаю верите и даже знаете но для большей уверенности опять же повторюсь загуглите такого вот реального трошечка самостоятельно потому что если вы ни разу в жизни сами такого не смотрели нормально так хотя бы пару часиков чтобы немного с помощью чувств прорубила ту самую умственную стену отстраненности от размышлений и смотивировала на некий мыслительный здоровый процесс чтобы реально задаться вопросом относительно происходящего и возможно своего участия в этом и помните я никого не обвиняю никого не учу и так далее это ваша забота я лишь как и говорил ранее просто привожу факты подписчики к примеру всегда просят мне рассказать о том на какой фильм будет следующий обзор чтобы посмотреть его заранее я вам говорю что в случае с этим роликом если вы посмотрите фильм после обзора будет даже лучше оставляйте комментарии кто посмотрит фильм земляне особенно из ранее не смотревших поделитесь впечатлениями посмотрим сколько нас соберется так вот после всего вышеописанного и возможно в дальнейшем загугленного просто честно ответьте себе может ли такое общество жить без тех проблем что оно имеет если допускает нормальным законным а значит и морально возможным то что все это происходит или если какая-то часть не допускает то предпочитает лишь не контактировать напрямую и в то же время потреблять полученную продукцию подобными методами при этом оправдываясь от тем что мы прямо руки не мараем но это же смешно разве поэтому нельзя сказать что общество намеренно закрыло глаза и не видит зла но в таком случае вывод прост о нем я уже говорил общество ослепло а коли так то как говорится в стране слепых и одноглазый король поэтому стоит ли удивляться происходящему вокруг нас как вообще в одном обществе складывается вся эта любовь к одним и противоположное отношение к другим вот этот весь контент о животных самые популярные ролики на ютубе соцсетях тиктоки и так далее все про них про братьев наших меньших и в то же время по сути это просто еда просто еда и развлечения и эксперименты и так далее а как по мне это самое обычное человеческое лицемерие кстати Лев Толстой в своем романе Воскресенье отлично описал это лицемерие говоря о барышне падающей в обморок от вида того как закалывают барашка и в то же время уплетая этого барашка за обе щеки на ужин кстати хотелось бы кратенькую ремарку в конце этой главы вставить по поводу плодов деревьев ибо ну уж очень часто такой пример слышно от любителей шашлыков когда они пытаются сравнить условно мясо с огурцом так вот плоды деревьев кустов и так далее это их семя и вообще-то попадая кому-то в желудок они так впоследствии размножаются так как склизкие семечки легко проскакивают через зубы и далее не перевариваясь выходят скалом что обеспечивает семенам плодотворную почву это раз далее у растений нет нервной системы и именно поэтому когда мы режем зелень в салат она не извивается как живая рыба и не истекает кровью именно по этой же причине когда вы ходите к парикмахеру вы не орете как у малышенной от боли и вероятно не сильно кричите и возмущаетесь когда ваши волосы подметают с пола выбрасывают в мусорную корзину они идут хоронить на кладбище но и тут есть нюанс лично от себя должен отметить что так скажем деревья это проявление жизни и не подавающие к ним отношения вызывает лично у меня негатив к примеру мне всегда неприятно было видеть вот эти рубцы на березах когда с них собирали сок изуроданные деревья или гектары вырубленного или выжженного леса и потом не надо забывать что вообще вся флора фауна так сказать это часть этого мира которая оказывает влияние на наше в том числе здоровье и кстати не только физическое да и ведь пожалуй главным символом жизни вообще в целом является не что иное как древо жизни кстати о древе жизни это ведь можно сказать религиозный символ верно думаю пора бы нам перейти к следующей главе и поговорить о более тонких материях хорошо развивая тему приоритетов схожести и различий хотелось бы продолжить размышлением вот о чем кто-то доходит в своих высказываниях до вообще каких-то странных и уж совершенно ничем не подкрепленных крайностях говоря что у животных в отличие от человека нет души так интересно прежде всего каким таким инструментом определили ее наличие как таковую чтобы хотя бы утверждать ее отсутствие как данность лично мне известен только один источник который касается этой темы религия следовательно если мы можем сделать вывод что коль уж кто говорит про душу то писание это единственное по сути на что человек может опираться а значит и высказываться по данному вопросу так как само понятие душа оттуда и идет и вот что говорит религия одна из них во всяком случае не буду даже трогать буддизм или кришнаитов так как если мне память не изменяет в них нет главенствующих в рамках данных религиях писаний и одни говорят так другие иначе однако если не ошибаюсь ни употребление мяса там приветствуется больше чем употребление посему позвольте далее буду приводить высказывания из ветхого и нового завета ну и из корана вот к примеру Левит 17.14 ибо душа всякого тела есть кровь его она душа его или бытие 1.24 да и произведет земля душу живую породу ее скотов и гадов и зверей земных так как же говорят что у животных нет души если душа это понятие исключительно религиозное и сама же религия подтверждает своими официальными источниками наличие души у животных и если уж в этом творец уравнял одних и других ее наличием меньших и больших душою то разве не есть ли благо для человека сохранения этой души кстати говоря о душе и религии могу вам сказать еще и то что животные умеют даже и молиться поверьте я нисколько не шучу не доказываю и не опровергаю это утверждение я лишь ссылаюсь на суру корана под номером 24 аннур то есть свет где в 41 строке говорится следующее а разве не знаешь ты что славят Аллаха те кто на небесах и на земле а также птицы крылья расправляющие и знает каждый молитву свою и то как славить ему он же ведает о том что вершат они ненадолго сменим вектор размышлений от явной религиозности в сторону неких обрядов и традиций и вспомним про такое явление как чучело животных но послушайте это какая-то бесовщина какая-то вот кто-то выражает мягко говоря недоумение над людьми которые лобызают всякого рода религиозные реликвии в том числе кости умерших так называемые мощи я и сам откровенно говоря не понимаю суть таких обрядов так как не припоминаю в писаниях каких-то прямых указаний на подобное деяние но в то же время навешивать у себя дома на рабочем месте в ресторанах или иных местах всевозможные рога шкуры чучело животных и прочее как про них говорят трофей считается нормой хотя по мне выглядит это все крайне странно как минимум особенно позиционирование этого всего как повод для гордости я еще мог бы понять если бы на человека напал скажем медведь и тот убил его оставив себе от него трофей но когда заведомо уже все ясно ну в общем такое себе хотелось бы также упомянуть что все эти истории про всегда так было охота у человека в крови это наша природа пещерные люди забивали мамонтов и так далее так вот если вы захотите реально узнать и копнуть эту пещерную тему а я думаю большинство из вас хотят знать но копать лень в общем вкратце скажу хотите проверяйте инфу хотите нет с пещерными людьми тому как они вначале слезли с деревьев в виде обезьян а потом начали изображать из себя охотников попутно вскинув собственную шкуру история мягко говоря крайне мутная однако если уж разговор у нас прошел про всегда так было то поскольку огромное количество людей черпают свой жизненный путь из религиозных традиций и постановлений думаю было бы справедливо рассудить нашу тему и в данном контексте и вот вам некоторая выдержка опять же позвольте привести ее из библейского сюжета во-первых в ветхом завете до грехопадения всевышний указывает людям на следующее правило относительно питания бытие глава 1 стих 29 и сказал бог вот я дал вам всякую траву сеющую семя какая есть на земле и всякое дерево у которого плод древесный сеющий семя вам сие будет в пищу а зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле в котором душа живая дал я всю зелень травную в пищу и стало так а уже после грехопадения даже правильнее сказать после потопа и пошла тема с мясом цитирую бытие глава 9 дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные все что движется на земле и все рыбы морские в ваши руки отданы они все движующееся что живет будет вам в пищу как зелень травную даю вам все только плоти с душой ее с кровью ее не ешьте кстати вот очередное упоминание о душе у животных вот еще одно интересное высказывание это закон вечный во все роды ваши во все жилища ваши не ешьте никакого сала и никакой крови а вот выдержка для тех кто возвышает себя над животными хотя правильнее сказать не себя а ценность жизни своей в собственных глазах книга пророка Исаии закалывающая вола тоже что убивающая человека заметьте я ничего не добавил от себя лишь привел вам выдержки из различных писаний ну да ладно религия дело такое что можно приткнуться в попытке ее трактовок или приведения довода в свою пользу потому предлагаю подвести к общему знаменателю ведь всевышний разрешая дозволяя употреблять животных в пищу не запрещал не есть мясо и после грехопадения верно но ведь согласитесь неужто если человек решит исключить любое мясо из употребления ему это вменится за грех что же до моего отношения в рамках религиозного размышления ситуация с употреблением мяса напоминает мне по своему типу эпизод когда фарисеи привели Иисусу в оправдание следующие слова относительно развода Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться Иисус сказал им в ответ Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими а сначала не было так также вспоминаю одно из основных заповедей не убей кто-то думает что это адресовано только к человекам однако ведь к ней ничего более не добавлено и знаете дело еще и в том что убийство не обходится одним лишь убийством оно напрямую связано с жестокостью и часто крайней жестокостью один из примеров этого я уже вам приводил в предыдущей главе а сейчас хочу сказать не столько о моральной стороне вопроса вопроса выбора религиозных отношений законов и прочего я бы хотел поговорить о последствиях подобных деяний для человека и человечества ведь дело еще и в том что жестокое обращение с животными да и не только ожесточает нас самих но рассудите сами человек приходит на работу на которую он режет кромсает истязает и так далее помножьте это на сотни если не тысячи подобных производств китобойни мекс зоопарки цирки ну и так далее и получите не такую уж малую в количественном выражении часть социума а потом что происходит вот с таким человеком он заканчивает работу выходит к людям и типа все окей то есть он как личность такая вот без изменений совершенно я в порядке все нормально так что ли знаете есть такое мнение что чем человек занимается тем он отчасти и становится как в поговорке с кем поведешься от того и наберешься и я бы дополнил ее не только с кем но и с чем потому как воспринимается это высказывание как бы по отношению к людскому окружению я же считаю что это из серии где бытие как раз определяет сознание следовательно в нашем случае смерть жестокость кровь мучения и так далее хотите вы или нет не остается лишь в рамках этой работы или во время когда человек этим занимается это распространяется на всю его жизнедеятельность и не только на него но и на тех с кем он взаимодействует и получается хотим мы или нет мы живем в обществе не только убийц но и официальных убийц не только официальных но и морально оправданных большинством которые кстати как вы можете наблюдать всю обозримую историю включая современную далеко не ограничиваются животными а те которые ограничиваются зачастую себя просто таковыми не считают собственно мы об этом уже говорили чуть выше в этой цепи повязаны все от покупателя в супермаркете до начального исполнителя и подобно любому явлению оно и его последствия распространяется и влияет уже на все общество в целом в каких-то свойствах присущих данному конкретному действию а что является свойством убийства что так сказать идет с ним рука об руку без лишних размусоливаний думаю вы и сами прекрасно видите что сосум становится все более и более агрессивным я не говорю сейчас что это только лишь по этой причине нет но это один из пазлов как тот же видеоконтент люди все чаще ищут крови агрессии то что свойственно бешеным и одичалым зверям и все это выливается в одно общее социальное настроение которое в свою очередь ищет увеличение количества и качества этого вектора не так давно даже нет-нет начал проскальзывать такой новый термин как ультра-насилие оконечный пункт назначения этой дороги смерть и поймите правильно я вовсе не сгущаю краски скорее даже наоборот когда я рассказывал как получают фуа-гра я обещал показать вам одно фото посмотрите на этого человека а теперь представьте что вы увидите его на улице в приличной одежде причесанном и умытым и ничего даже не подумайте я даже вполне допускаю что он скажем ходит в цирковь по воскресеньям на фотографии он держит гуся за глотку и наваливает корм я обещал вам не показывать жесть поэтому вы видите только человека это фото из того самого производства у агра о котором мы говорили кстати можете оценить так сказать общий фон содержания из которого можете сделать уже свои выводы и обратите внимание по его выражению лица и общему виду так сказать судя по всему ему вообще никакие струнки души эти действия не трогают человек относится к птице как к вещи то есть совершенно без каких-либо там триггеров единственное что пожалуй может его напрячь если птица будет слишком сопротивляться ну и тогда придется прилагать дополнительные усилия чтобы ее удержать ведь это не единичный случай таких людей реально сотни тысяч и кстати кто-то так же относится к людям только дай волю и таких примеров тоже хватает и я в очередной раз задам вопрос как и что люди хотят изменить не изменяя собственные основы понятия нормы и самое главное рамки собственных дозволений то есть вероятно правильно задать вопрос не что я хочу изменить а кого я хочу изменить и вот здесь как бы в поддержку своих размышлений о том что жестокость проявленная к животным на них не ограничивается я хотел бы привести комментарий главного раввина британской империи Йосефа Цвигерца находящегося в данной должности с 1913 по 1946 год я так предполагаю что веганом он не был но относительно жестокости пришел к такому же выводу и я намеренно хотел привести в качестве довода в этом вопросе мнение человека не так скажем из зеленого сообщества цитата взята из его комментария одной из главы Ктори и прежде чем начну цитировать текстом вставлю для вас краткий список из столько известных живодерских случаев которые так или иначе попали в прессу как подтверждение моих слов сказанных ранее о распространении жестокости не только чьими-то цитатами но и конкретными фактами и это ведь все люди среди нас и они как попавшие под прицелы общественности примеры дают четкие понимания того что социум реально очень тяжело болен обратите внимание присутствуют все дети женщины мужчины молодые старые взрослые одиночки и группы совершившие деяния спонтанно в порыве злости и умышленные спланированные заранее все и вся и говорить о том что это отдельные личности и по ним судить нельзя неправильно так как во-первых это все лишь известная малая часть а во-вторых эти так называемые отдельные личности вырастают не из какого-то отдельного общества и вероятно воспитывались не в каких-то школах на луне и потребляли пожалуй тот же контент что и остальные и я полагаю что подавляющее большинство являются таковыми не с рождения и если бы это не позволялось и имело впоследствии как минимум серьезное наказание не говоря уже о изначальном воспитании то этого бы если и совершалось совершалось думаю намного меньше потому что тут как мне кажется есть один законодательный просчет намеренный или нет уже не знаю однако трактовка преступления по отношению к животному как менее уголовно наказуемая чем по отношению к человеку в основе своей неверна по той причине что это преступление не в отношении к животному это преступление по отношению к жизни коим является и человек а следовательно лицо совершившее подобное деяние или склонные к нему также склонны к данному деянию по отношению и к человеку в большей степени чем остальные представители социума, так как основа сего действия есть насилие. А насилие, как и иной грех, будь то обжорство, похоть и прочее, тем более желанно для человека, чем более запретен плод, и вкусив его однажды и еще раз, она будет лишь увеличиваться, ибо сказано, что у ненасытимости две дочери. Давай, давай. И опять же, я все это к тому, что этим все не заканчивается, с людьми та же история, точно та же, насилие, убийство, жестокость и так далее. Кстати, с 2016 года в США жестокое обращение с животными относится к тяжким преступлениям. Итак, цитирую слова Равина о жестоком отношении к животным. Человек, проявляющий бессмысленную жестокость к творениям, не оправдывает оказанного ему всевышним доверия. Получив животных во владение, он воспользовался своей слабостью лишь для того, чтобы доказать самому себе собственное превосходство над окружающим миром. Неоправданное жестокое обращение с животными оказывает дурное влияние на самого человека и всех окружающих. Вне всяких сомнений, жестокость, как черта характера, присутствующая при работе со скотом, не замедлит проявиться и по отношению к людям. Кстати, знаете, сразу же вспомнилось такое высказывание «Хочешь узнать человека получше, дай ему власть». Раз уж мы говорим о религии и традициях, не мог не упомянуть и о праздниках. Праздниках, традициях, жертвоприношениях и так далее. Позвольте, я вам зачитаю некоторый список из некоторых известных массовых и кровопролитных мероприятий, которые происходят на земле. Сколько их всего я даже представить не берусь. Но, думается мне, если сложить все эти обряды вместе, цифра будет внушительная. Итак, фестиваль Гатхимайи. Религиозный фестиваль, проводимый каждые 5 лет в Непале в храме Гатхимайи в Бариарпуре. Недалеко от Индо-Непальской границы, на протяжении 300 лет в Непале происходит ритуал жертвоприношения, совершаемый раз в 5 лет. Мероприятие связано с массовым забоем, по некоторым данным, иногда превышающей более 400 тысяч различных животных, начиная от буйволов и заканчивая голубями. В ритуальном побоище могут принимать участие до 2 миллионов человек. Таким образом, они хотят задобрить богиню власти Гатхимайи, чтобы положить конец злу и принести процветание. Катапультирование перепелов в Испании. Каждый год жители Валенсии собирают множество перепелов и, погрузив их в пушки, выстреливают в небо. Для этой игры, в кавычках естественно, берут птенцов, вылупившихся всего несколько недель назад, упавших раненых птиц, собирают и снова загружают в орудие. После очередного выстрела птичьи тела разрываются в небе на куски. Еще немного Испании. В маленьком городке Лекетио уже 350 лет существует традиция, гуся подвешивают на канате вниз головой, предлагая людям тянуть за шею, пока голова не оторвется. Никто не знает, откуда пошла эта традиция. Пока единственный положительный момент во всей этой истории, то, что вследствие изменений в законодательстве гусей подвешивают уже мертвыми. Ну и конечно, куда же без кориды, которые вроде как запретили на официальном уровне. По некоторым данным, всего в Испании, Франции и Португалии каждый год проводилось около 6000 корид, на которых погибают около 30 тысяч быков. И знаете, что мне особенно в кавычках понравилось в этом действии? То, что быка можно помиловать, но бык, убивший Матадора, помиловать быть не может. Ну, разве не лицемерно? Фестиваль собачьего мяса в Китае. На юго-западе Китая, в провинции Гуанси в городе Юй-Линь, каждый год с 21 по 30 июня проходит фестиваль собачьего мяса. Это традиционное празднование, приуроченное ко дню летнего солнцестояния. Долгое время в Китае считалось, что собачье мясо приносит здоровью и удачу. На протяжении всего фестиваля забивают, а затем средают в среднем от 10 до 15 тысяч собак. Сами участники утверждают, что собачье мясо ничем не отличается от свинины или говядины, а животные умертвляются гуманно. Петушиные бои на Бали. Хотя, я думаю, не только на Бали. Несмотря на запреты, во многих странах петушиные бои по-прежнему остаются одним из главных развлечений в Азии. Но на Бали это не просто азартные игры, а целый ритуал жертвоприношения. Проводятся они в преддверии важных церемоний или праздников, а также около религиозных сооружений. Петушиные бои – это исключительно мужское занятие, так как зрелище не для слабонервных. Петухам на лапам привязываются специальные ножи, которыми они сражаются. За три минуты, которые отводятся на бой, птицы успевают до смерти искалечить друг друга. Убийство черных дельфинов в Дании на Фарерских островах. Гринда-драб – ежегодное событие, которое проводится летом. Выбор периода объясняется особенностями самих дельфинов. Именно в это время у гринд начинается период миграции, и они подплывают достаточно близко к берегу. Ежегодно от рук фарерцев погибают от 800 до 1000 гринд. Убийство дельфинов на Фарерских островах в Дании – это, как считается, многовековая традиция, которую местные жители соблюдают, по их словам, с X века. Это законная деятельность, в которой принимают участие мужчины всех возрастов, пока их женщины наблюдают за этим зрелище. Несколько раз в году все фарерцы собираются у берегов Атлантического океана, забивают дельфинами копьями, отчего весь берег и вода окрашивается в кровавый цвет. Кто-то там говорит, что изобрели специальные копья, ну и прочая хрень, которые обычно говорят, что никто не мучается и вообще чуть ли не от радости не прыгает, а когда отходит в мир иной. Можете загуглить самостоятельно, уверяю, реки крови, кровавое море и толпы людей, устраивавшие Хэллоуин по-настоящему, вас впечатлят. Курбан Байрам, что дословно переводится как праздник жертвы. Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. В этот день, как вы возможно знаете, мусульмане закалывают баранов. Откровенно говоря, найти сколько их всего закалывается в этот праздник я не смог, но нашел информацию о том, что в Татарстане за 19-й год был убит примерно 20 тысяч баранов. Ну тогда если раскинуть это на все территории, где проходит подобный обряд, думаю счет идет на сотни тысяч, если не миллионы. Кстати, хочу напомнить, что религия также помнит множество примеров человеческих жертвоприношений, которые по ее данным были распространены по всему миру, хотя согласитесь, не так мало вероятность, что они или как минимум часть из них никуда не делось. Вообще данные действия поистине достойны отдельного разговора, который можно растянуть на долгие часы, но знаете, глядя на то, как мир наш тонет в безумии и крови, возвращая размышления в религиозное русло, складывается ощущение, что Всевышний ждет от нас чего-то иного. Возможно этап с жертвоприношениями человечество должно было перейти еще со времен Ветхого Завета, но думается мне, что по какой-то причине на этом этапе человечество задержалось излишне или же вновь по какой-то причине вернулось на него. Но говоря о, так скажем, традиционных и узаконенных обычаях, давайте уж будем откровенны. Жертвоприношение животного это, пожалуй, самый простой, а следовательно и самый дешевый из даров, который можно принести кому бы то ни было. Дешево не относительно жертвы, но относительно вложений приносящего, ведь данное действие не требует собственных духовных жертв или физических усилий, и потому, вероятно, соблюдается это всегда во все праздники, без пропусков и так далее, так как, помимо прочего, это еще и удовольствие. Обряды вообще очень нравятся людям, поесть, попить, поплясать, и я говорю сейчас не только о мясе, а вообще. Однако, когда дело касается других религиозных аспектов, будь то пост, молитвы, соблюдение заповедей, причем не показного характера, а со всем усердием и в постоянстве, и что самое главное, от сердца, то тут уже не видно, знаете, такого рвения, как минимум в так называемой религиозной общей массе лично я его не наблюдаю. И не получается ли в таком случае, что та часть людей, которые не соблюдают более важной части закона, которая затрагивает напрямую человека и требует от каждого личных сил, веры и прочего, или если кто-то делает это с пренебрежением или напоказ, но без внутреннего и искреннего отклика, просто по привычке, как сказано апостолом Павлом из первого послания к Каримфинам, если я раздам все имение свое и отдам тело мое на всесожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть, грубо говоря, что все эти внешние действия, можно сказать, для людей не несут совершенно никакой пользы. Итак, если всего этого нет или есть, но в большом недостатке, а судя по миру, кстати, недостаток действительно огромен, то не выглядит ли подобного рода обряда как бы лишь попыткой откупиться и, можно сказать, оправдаться, возможно, даже перед самим собой, так называемым омовением внешней стороны чаши? И не это ли в том числе те широкие врата и пространный путь, ведущий в погибель, по которому идет большинство, о которых сказал Иисус, цитирую, «входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Также говоря о последних временах, Иисус среди прочих перечислений сказал следующие слова. «Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Понимаете, в чем тонкость? Уж если и изгнанники бесов, пророчествующие и творящие чудеса могут в действительности считаться беззаконниками, то неужто кто-то помышляет о том, что формальное исполнение простейших обрядов, традиций и прочего без соответствующих помыслов и дел поможет ему в день суда и ими он будет поправдан? Неужто на них построил человек себе упование и решил провести Всевышнего таким дешевым фокусом? Но ведь сказано в Откровении Иоанна Богослова «Еву разумеют все церкви, что я есть испытывающие сердца и внутренности, то есть помыслы, и воздам каждому из вас по делам вашим». Впрочем, к чему-то гадки и излишне мудрствования относительно обрядов, когда ответ есть в самом Писании, книга пророка Осии, глава 6, стих 6. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Далее также Иисус утверждает это повторно, говоря «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Также обратите внимание на то, что каждая сура Корана, кроме 9, начинается с фразы «Во имя Аллаха милостивого и милосердного, несправедливого, воздающего, мудрого, разумеющего и так далее, а именно милостивого и милосердного». Так сколько должно пройти времен, чтобы мы уже научились ей? Если не можем научиться милости сами, как можем иметь в себе надежду на то, что ее проявят к нам? Если, избирая малые традиции закона, пренебрегаем большими наставлениями и уповаем на них в день суда, ибо на другую уповать не можем в силу пренебрежения, то ведь и на это сказано, что законом не оправдается никакая плоть. Да и вообще подумайте сами, а кто кого приносит в жертву? Ну, получается ведь, что грешники приносят в жертву невинных. Ведь едва ли можно заподозрить животных в грехах. Они не пьют, не курят, не сквернословят, не прелюбодействуют, не убийцы, не воры, не клятва преступники. Всему этому, как антипод, можно поставить человека и человечество, которые замечены и в первом, и втором и так далее. Более того, многие животные в разных странах считаются священными. Если уж по писанию человек вначале ел плоды деревьев, после потопа же ему было разрешено вкушать мясо в пищу, а о жизни будущей говорится пророкам Исаии следующее. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, барс лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому. Младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Не показывает ли этим Всевышний, что есть выражение жизни лучшей, а следовательно и лучшего его замысла? И если так, не стоит ли человеку делать шаги навстречу понимания такого более высокого, восприятия и стремления к нему делами своими, чтобы иметь право дерзновения быть принятым в сие место? Ведь так ли важно, ради чего проливается кровь? Ради развлечения, традиции, обряды или прочего? Помните, ведь все, что мы делаем тут, делаем либо ради жизни, либо ради смерти. Впрочем, я ни в коем случае не ставлю себя на место того, чтобы кого-то обличать или указывать кому-то что-то делать. Впрочем, я и не делаю того, лишь говорю то, что вижу, обличая же дела и выносит суд на них Всевышний. Потому его словами, сказанным им через пророка Исаию, я и закончу эту главу. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я присыщенным всесожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом моё, то кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои, не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячей и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидят душа моя, а не бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Не могу не затронуть тему такого явления, как выращивание и перепродажа животных в качестве домашних питомцев. Кстати, с 1 марта 2023 года в России запретят продажу животных на птичьих рынках и в зоомагазинах. Во всяком случае, если я правильно понял, данный закон уже подписан. Ну, во-первых, по этой теме надо начать с того, что кого не получается сбыть, по-быстрому ждет ранняя стерилизация. У кошек это встречается особенно часто, и это сам лично знаю, так как в свое время, когда еще не было понимания всех вот этих движений, купил британскую кошку, которую стерилизовали, когда и было несколько месяцев отсылая. А это, во-первых, очень рано и, сами понимаете, дает по психике и здоровью это раз. А во-вторых, вообще вот эта вся стерилизация очень такое, знаете, сомнительное действие, я бы сказал. Ну, посудите сами, вы бы хотели, чтобы ваше потомство брали и без вашего согласия лишали возможности дальнейшего воспроизводства. Кстати, существует и так называемый черный рынок сбыта редких представителей флоры и фауны. Бегемоты, жирафы, африканские слоны, морские львы, змеи и прочее. Ну и сами понимаете, что к какому-нибудь одомашненному дикому зверю подрежут и когти, и зубы, и бивни, и все остальное. Также животных можно не только купить себе во владение, но и употребить в пищу. Этого тоже в мире пруд-пруде, никто к тебе с проверками и прочим заходить не будет. Все зависит от спроса. Есть спрос, найдется и предложение. И опять же повторюсь, никому не навязываю свое мнение, но думаю, что одними животными это все не заканчивается. И предполагаю, никогда и не думала заканчиваться. Ну и как правило, очень часто бывает, что любители экзотики просто выбрасывают надоевшую вскоре живую игрушку, или как раз таки она уходит в те самые рестораны. Также, кстати, поступают и совершенно обычные в материальном плане люди. И как итог, огромное количество выброшенных собак и кошек. Кстати, вопрос о бродящих животных не решила еще ни одна страна мира. Хотя, как мне кажется, выход достаточно простой. Не надо их заводить вообще. Помимо прочего, развод животных это, знаете ли, то еще занятие. Все вот эти породы, постоянно появляющие новые животинки с, так скажем, необычными особенностями. Например, взять самых распространенных кошек и собак. Большинство из них больны уже изначально, а в общем, иммунитет у них просто никакой. Не говоря о том, что если животное проживает в квартире, то в силу того, что оно малоподвижно, начинаются проблемы с суставами и мышцами, что, сами понимаете, на опорно-двигательный аппарат в целом влияет крайне негативно. Кстати, давайте несколько углубимся в тему селекции. В селекции есть два ключевых понятия – аутбридинг и инбридинг. Аутбридинг – это скрещивание вне породы, вот так называемая свежая кровь. Инбридинг – это скрещивание внутри породы. Кстати, как правило, в большинстве источников скромно говорится, что большую часть пород сейчас выводят с помощью инбридинга. Как это выглядит в реальной жизни? К примеру, у заводчика родился один котеночек без шерсти. Он выжил. Этого котеночка выращивают до репродуктивного возраста и начинают скрещивать. С кем, как вы думаете, его скрещивают? Часто с мамой или с папой, иногда с братьями или сестрами, в зависимости от того, что более целесообразно. Дальше многократно используется такое же близкородственное скрещивание, отбор по основному признаку и здоровью потомства. Что происходит с животными при близкородственном скрещивании? То же, что и с людьми. Множество врожденных болезней и проблем со здоровьем. В наши дни выведение новой породы домашних животных занимает всего 10-15 лет. И зависит это по большему счету от скорости роста животных. Сейчас этим мастер занимаются даже не селекционеры из всевозможных научных школ, а заводчики. В целом, коммерциализация селекции приводит к тому, что породу нужно как можно быстрее выпустить на рынок. Вроде бы вот у тебя есть кошечка, которой больше ни у кого нет. Ее готовы купить и она здоровая. Зачем ждать еще 2-3 поколения, снова отбирать, содержать еще 50 кошек, куда-то выбраковку отдавать или утилизировать и так далее. А еще эту породу нужно регистрировать. И по отзывам заводчиков на это легко может уйти многие годы. И эти годы надо на что-то жить. И вот эти кошечки и собачки на третьем году образа жизни слепнут, глохнут, остаются без зубов и преподносят прочие прелести породы. Поэтому, когда мы говорим про породистых животных, важно понимать, на что была направлена селекция. Например, вот вам простое наблюдение. В промышленном сельском хозяйстве разум животных – это лишний компонент. В целом они лишь ходячее мясо или молоко, ну и так далее. Так как в селекции домашних животных в целом вообще не так часто смотрят на их разум. И вот еще, забыл упомянуть ранее, но если уж мы говорим про бизнес и заработок, то если вы не знали, всякого рода приютам для животных выделяют тем больше денег на содержание какой-то животины, чем более оно искалечено. Понимаете, да, логику? То есть никто не мешает подобным организациям или найти или принять в дар какую-нибудь животину и искалечить уже его самостоятельно. Ничего личного, как говорится, только бизнес. И да, я не говорю про всех. Я лишь говорю о том, что подобные факты имели место и имеют место быть. И более того, далеко не в единичных случаях. Что же до селекции, вот вам конкретная информация. Собаки и кошки с округленной головой, которая напоминает голову человека и плоской челюстью, испытывают проблемы с дыханием вплоть до приступов удушья. В челюсти животного, выведенного путем селекции, по приходе моды не хватает места для языка и зубов, из-за чего питомец не может нормально есть. Это касается прежде всего персидских и экзотических короткошерстных кошек, а также барахицефалических пород собак. Мопсов, бульдогов, боксеров и так далее. Кстати, изначально собак с плоской мордой выводили как бойцовых, чтобы сделать захват крепче и дать псу возможность наносить серьезные травмы. Некоторые круглоголовые породы из-за увеличенных голов испытывают сложности с деторождением. Селекционеры разводят кроликов с длинными висячими ушами, что приводит к болезненным ушным инфекциям и зачастую потере слуха. Также эта милая особенность ограничивает животное в подвижности и повышает вероятность травм. Ряду пород кроликов прибывается карликовость, короткая голова и особый меховой покров, что также вливается в разнообразные проблемы со здоровьем. От нехватки места для зубов до воспалений. Пушистая белая кошка. Селекционеры специально культивируют этот цвет среди ангорских, персидских и норвежских лесных кошек, а также в породах Мейн-Кун и Девон-Рекс. Однако такая селекция приводит к врожденной глухоте. Каждая пятая белая породистая кошка рождается глухой, а если это голубоглазое животное, то дефект встречается еще чаще. К тому же у этих кошек чаще встречается куриная слепота. Они плохо видят в темноте, а иногда не видят совсем. Есть страны, кстати, запретившие разведение канадских сфинксов. Например, в Германии владельцам предписано кастрировать своих лысых питомцев, чтобы не способствовать появлению новых котят без шерсти. Считается, что они лишены одного из главных органов обоняния – усов. Имеют проблемы со здоровьем и поддержанием температуры тела. Собаки меняются в сторону миниатюрности, чтобы их было удобнее держать дома. Лапы становятся все более кривыми. В результате у собак огромные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Многие псы в результате селекции обзавелись целым букетом болезней. У бассетхаунда, немецкой овчарки и сомбернара – дисплазия тазобедренного сустава. У бульдога и английского бульдога – врожденный вывих локтя. У таксы – большие проблемы с межпозвоночными дисками. Она может получить травму спины и стать калекой в любой момент. Также приведу и свой личный пример с британской кошкой. До этого у меня было два кота. Оба обычные деревенские котяры. Так вот, у этой британской кисы настолько вогнут нос, что иной раз я вообще удивляюсь, как она там нормально дышит или нет. То есть у тех уличных котов там прямо такие носяры были здоровые, по которым, естественно, нормально проходили потоки кислорода. У этой же не так. И за счет нарушенного обмена идет значительно больше выделения через глаза и храп во время сна. Кстати, у знакомого были французские бульдоги. Они также постоянно издавали вот эти так называемые хрюкающие звуки. Ну, такие дела. Однако, говоря о бизнесе, думаю, справедливо будет хотя бы кратко затронуть главных виновников всего торжества – самих покупателей. Коим, как оказалось, отношусь, а точнее относился и я, так как больше я подобными вещами заниматься не собираюсь. Вот, к примеру, одно из массовых явлений – бетонные клетки, в которых люди живут сами и животину туда же загнали. Ну, как говорится, по своему подобию. А ведь заватить животное в квартиру – это все равно, чтобы посадить их в тюремную камеру. Собаке остается, что пару раз выбежать за день на полчаса, а оставшееся время просто скучать. То есть ровным счетом ничего не делать, так как делать нечего. А ведь им хочется. Не то, что хочется, а просто до невозможности хочется. Это, представляете, как жить в постоянной ломке. Кто-то всю жизнь проводит на цепи. Всю жизнь. Я лично наблюдал большое количество таких собак и, так сказать, уровень счастья у них, можете сами себе представить, какого уровня. И да, кстати, знаете, тут надо обязательно подчеркнуть вот какое слово – скучать. Так как со стороны привычного человеческого ощущения этого чувства, оно не вызывает какого-то, ну, так скажем, существенного представления о страдании. Но дело в том, что большинство, как минимум, людей особо и не скучают. Это нечто мимолетное, и, как правило, нет-нет, есть способы решения этой проблемы. Но у животных другая ситуация. Во-первых, они и сами себя-то развлечь не могут, так как это может сделать человек. Во-вторых, длительное время они находятся в одиночестве. То есть рядом с ними нет вообще какой-то иной жизни. Или она совершенно не сменяется. Ну, типа хозяева и, может, есть еще какое-то животное проживает. Что вообще-то в условиях природы для них элементарно противоестественно. В-третьих, они все же менее интеллектуально развиты, а значит, от внешней среды более зависимы. Ведь эта среда и есть, по сути, для них единственное развлечение. Ну и четвертое. Понимаете, ведь это чувство их сопровождает каждый день. И большее количество времени в этом дне они испытывают именно его. И так на протяжении всей жизни. Ну вот вспомните так называемый локдаун 20-го. Вроде не так, чтобы прямо все были рады посидеть дома, да? Ну а теперь умножьте это на жизнь, а затем возведите в степень интеллектуальной разницы между человеком и получите тот уровень скуки, от которой современный человек, пожалуй, через год просто повесился бы. Некоторые кошки, только представьте, вообще никогда в своей жизни не покидают квартиру. Никогда. Представляете, что это такого для, по сути, дикого зверя по своей натуре, который должен всю жизнь находиться на воле, передвигаться и так далее. Но ведь для человека домашнее животное – это что? Ну что-то вроде полуигрушки. Погладить, поиграть иногда, туда-сюда, там-сям. Грубо говоря, со временем этому домашнему животному время уделяется все меньше и меньше. А сам ведь человек то к друзьям, то семья, то дела, то работа и так далее. А они все это время проводят в одиночестве. Кстати говоря, стоит упомянуть и о так называемой пользе домашних животных. Не забывайте еще один важный момент. Какое бы оно ни было здоровым, как вам кажется, все эти ваши обнимашки, поцелуйчики и прочие контакты, уверяю, обеспечивает ваш организм достаточным количеством всевозможных глистов, паразитов или иных болезней от ваших любимцев, которые любят облизать и причинные места, и морду со слюнями, с улицы слезать, что попало с себя и прочее. Они постоянно находятся то на полу, то на подушку, то и еду подтащат грязной лапой с тарелки, пока вы не видите, ну и так далее. Ну и опять же к нашей в некотором роде основной теме. Но вот как так получается? Одного себе заводишь, а другим кормишь. Это такая любовь, что ли? То есть совершенно рядовой человек может взять и одних определить на любовь за счет других, которых он определил на корм. И тут уже даже речи не идет о какой-то собственной выживаемости, и зачастую людям жалко брошенных домашних животных. Они им сопереживают всячески, когда видят или узнают о каких-то несправедливостях или жестоком отношении, подкармливают и даже лечат. Я и сам не раз был свидетелем подобного рода проявления эмпатии, да и не только я, полагаю. Ну потому что люди вообще-то в массе своей по природе вовсе не какие-то злобные твари, хотя их в этом отчаянно пытаются убедить. Просто есть будто вот этот морок неосознанности действий через культивацию якобы отсутствия необходимости рассмотрения и понимания совершенно простейших процессов. И это касается множества, огромного множества вопросов, и не только о том, о чем мы говорим сейчас. Что же до вопроса нашего, то что получается? Песик бедный или кошечка мерзнет там или болеет и так далее, может даже заберу его, чтобы не страдал. А как там поживает еда для этой же кошечки или песика? Да ведь нормально поживает. Как-то же раньше жила ради бутерброда с колбаской, шубы, ботинок и прочего, да? Но вы понимаете, это другое, да? Или другие? А может все же не другое? И не другие. Может быть предвзятость во всех ее проявлениях со временем и приводит, в том числе человека и человечестве, к той самой слепоте. Когда он на вершину пьедестала своих приоритетов ставит не хорошо или плохо, а только лишь мое и для себя. Ну и полагаю, одну из самых животропещущих аспектов в теме употребления мяса, которую я решил специально озвучить ближе к концу. Обходить, конечно, не будем, взглянем на этот вопрос под углом того, что человек якобы потребляет плоть в большей степени из-за ее пользы. А точнее, я бы даже сказал, жизненной потребности, ибо отказ от этого употребления неминуемо приведет человека к смерти. Хотя напомню, что мы рассматриваем в данном видео не только и не столько сам вопрос именно поедания мяса, сколько вообще всевозможную эксплуатацию животных. Но давайте по пище. Будем откровенны. Во-первых, реально ли и насколько это полезно, мы не знаем. Я говорю про реальность, опирающаяся на непредвзятые, не единичного характера, медицинские, массовые, многолетние, а в данном случае по-другому никак, опыты. Особенно учитывая качество современной продукции. И относительно исследований я говорю не о каких-то единичных и частных случаях, когда, например, человек утверждает, что он не ел мясо какой-то срок, и ему стало ужасно плохо, и он чуть не помер, и что это вообще вопрос индивидуальный и так далее. А то, знаете, наркозависимые тоже могут утверждать, и причем будут правы, что без дозы им становится невыносимо. Впрочем, косвенно об этом я уже упоминал. Но я не об этом. Я про нормальные, по всем правилам, проведенные эксперименты массового характера, с разными возрастами, продолжительностью, уровнем здоровья, задокументированными по всем правилам, с фото и видеоматериалами, публичными результатами, обследованиями до и после, ну и прочее. То есть обследования, целью которых действительно будет выяснить, как и что влияет на человека, какие зафиксированы изменения и так далее, как это и положено делать. Кстати, подобные исследования вообще можно провести к очень многим, назовем их так, отраслях, не только по мясу и пищевой продукции в целом. И, кстати, вероятнее исследования подобного рода очень даже имели и имеют место быть. Однако преследовать могут цели совершенно иные или противоположные. Это я к тому, что если мы будем опираться на некие единичные, пусть и официальные высказывания, то будем откровенны. Времена история помнит такое огромное количество яств, которые сама наука одобряла в качестве применения, а потом та же наука признавала ошибку и заявляла, что применять это категорически нельзя. Примеров просто тьма, в том числе и тяжелые наркотики и так далее. Короче говоря, про авторитет всякого рода специалистов, в общем, об этом я уже чуть ранее упоминал. Но сейчас давайте про нашу тему. Если без лукавства и откровенно, то так называемая польза для человека не столь важна в нашем вопросе для большинства. Ведь данный аргумент используется чаще как предлог. К примеру, посмотрите этот отрывок, который вы видите на экране. Это просто съемка людей. Вопрос первый. Как думаете, если бы эти люди не налегали на мясное, которое, кстати, раз уж мы о пользе говорим, думаю, напичкано таким количеством гормонов роста и прочей таблице Менделеева, ну потому что это бизнес. В общем, как думаете, они бы выглядели вот такими полезными и здоровыми? И самое главное, скажите честно, ведь много ли вы делаете иных вещей ради пользы? Часто ли вы наблюдаете других людей, которые также с ежедневным упорством на протяжении всей жизни регулярно также делают другие полезные вещи или хотя бы тех, которые они считают полезными? Не буду говорить про личное мнение и собственное наблюдение. На данном конкретном ролике я точно вижу один факт. Люди в общей массе забили на какую-то там полезность от слова совсем. Зарядка, диета, пробежки, физкультура, регулярный сон, отказ от табака и алкоголя, чтение книг и еще просто тысячи в прямом смысле слова полезных. Действительно полезных как для души, так и для тела вещей. Все это в современном социуме, в подавляющем его большинстве мимо кассы. Ну или вот другой пример. Помните, как в Советском Союзе со всех углов говорили о пользе рыбьего жира? Это просто сумасшествие какого-то было. Даже в мультиках показывали, как он необходим, полезен и так далее. На официальном уровне медицины и прочее все говорили о том, что это очень полезно и надо принимать регулярно. И вы скажите особенно те, кто застал данные времена, насколько регулярно вы принимали его, если принимали вообще? И насколько часто принимали его ваши друзья и знакомые? И с какой периодичностью вы принимаете это сейчас? Ну логично, ведь если он тогда был полезен, сейчас наверное вряд ли что-то должно было измениться, да? Но все же мы прекрасно знаем ответ на этот вопрос. Ни черта его никто не принимал. Ну или почти никто. И причина простая. Рыбий жир невкусный. Хотя мясо само по себе это тоже невкусно. Вкусно то, как и с чем оно приготовлено. Но тут интересный нюанс. А вообще вы замечали, что в основном полезные для человека вещи, они часто не про приятное, а даже наоборот. И нет, я говорю не про рыбий жир. Я про всевозможные превозмогания, заставляния, ограничения и так далее. А как раз таки приятные зачастую явления ведут не к пользе, а к обратному. И в особенности потому, что человеку крайне сложно себя контролировать. Он расслабляется и перестает чувствовать адекватную норму. Но вы знаете, справедливости ради, хотелось бы слегка под так называемым зеленым проехаться. И продолжая тему вкусы и потребление мяса в пищу, кто обо что из веганов, сыроедов и прочих едов не говорил, я вам честно скажу одно. Лично для меня, хорошо приготовленное мясо, дичь, морепродукты и так далее, это действительно вкусно. Реально вкусно. Несмотря на уже 15 лет отказа от всего этого. Кстати, я совершенно не страдаю, не чувствую горечь, потери, ну и так далее. Я чуть далее объясню почему. Так вот, если то, что я ранее перечислил, если это невкусно, то объясните мне, уважаемые веганы, которые порой делают вид, что их воротят от одного только запаха, всего этого и так далее. Так вот скажите, на кой вам столько заменителей вкуса? А точнее не заменителей вкуса, а чаще заменителя основы для этих вкусов, которые, ну уж не знаю почему, стараются быть по своему внешнему и структурному, если хотите виду, подобно традиционным оригиналам, если так можно выразиться. Ну, соевое мясо, овсяное молоко, сыры, паштеты, колбасы, я даже не буду перечислять все это разнообразие веганской пищи, так как ее наименований тысячи, вплоть до кормов для собак и кошек. Получается в таком случае, что некоторые веганы и прочие защитники животных явно лицемерят, когда делают вид, что их прямо-таки воротят от запаха приготовленной рыбы или мяса и такие все фу-фу-фу. Уж извините, в данном вопросе я считаю себя объективным. Вкус – это вкус, а основа – это основа. Если бы мясо росло на деревьях вместо яблок, а плоть животных была бы из яблок, то я не ел бы яблоки, а ел бы мясо. Если же вообще, так скажем, постараться несколько отфантазировать тему еды и в некотором смысле скрестить ее с эволюцией, то вообще у человека в этом мире есть четыре основных зависимости – дыхание, сон, вода, еда. Ну, я говорю именно про физические зависимости. Ну и логично, что если эти зависимости преодолеть с течением времени, то можно будет совершить массовый побег из матрицы, но это я так, исключительно в рамках свободного размышления. И знаете, думаю, что все же мы можем или даже должны как-то превозмогать желания и хотелки тела, ставя его потребность на второе место после моральных убеждений, законов и так далее. Ну, неужто человек настолько слаб, что собственное брюхо ему дороже чужой жизни? И я вас прошу, не надо приводить в пример жителей Крайнего Севера, как бы они там выживали и так далее. Ну, прям вот так мы все переживаем и заботимся, ночами спим и видим сны о том, как же там живут жители Крайнего Севера. Прям всем миром просыпаемся, едим бутербродики, одеваемся в ботиночки, садимся в автомобиль и все думаем, как же там они. Но мы ведь прекрасно понимаем, для чего приводить такой довод, чтобы просто добавить себе аргументов в пользу. Но когда мы решаем за себя, то мы решаем исходя из исключительно своих потребностей, особенно уж в нашем архиэгоистичном мире. Да и знаете уж где-где, но в 21 веке, когда в пустыне за 30 лет могут вырасти вот такие Дубаи, решить вопрос еды для жителей любого Севера и вообще для всех без исключения, при желании никакого труда не составило от слова совсем. Но мы же не приводим примеры племен каннибалов, которые подъедаются друг дружкой, чтобы оправдать законодательными актами любителей человечины. И потом согласитесь, что большинству из нас больше по нраву смотреть на то, как волны нежно накрывают золотистый песочек, лежа в шезлонге под зонтиком и попивая овен джуз где-нибудь на пляже Сент-Тропе, чем едиться в юртах при минус 50 и пасти оленей. Да, думаю, чего уж греха таить. Для большинства даже представление рая это сад или пляж у моря, а не минус 50 и снег. И причина-то простая. На пляже можно жить и жить комфортно, а минус 50 нужно выживать. А жизнь, уж так сложились обстоятельства, пытается двигаться по пути наименьшего сопротивления. Чтобы энергии для добычи еды и обогрева тела нужно было затрачивать меньше. И чем меньше его затраты, тем более оно высвобождается для других дел. Ну и, как это может быть не парадоксально звучит, на пляжных условиях человек может находиться в своем естественном природном виде. То есть голым. А в минус 50, согласитесь, это сделать крайне сложно. Я уж не говорю о том, что вообще такие условия для жизни не совсем естественны. И уж простите за фантазии, но думается мне, что в условиях более свободного и простого выбора, человек давно бы чухнул с такого холодного климата. Это уж если мы так говорим о, так скажем, природной естественности, потребностях и какой-то пользы. И дабы избежать недоразумений, само собой, я ничего против лично жителей Крайнего Севера или вообще каких-то жителей, чего бы там ни было, не говорю. Тем более, что большую часть жизни я сам прожил на Севере. Я говорю лишь о том, что проживание в локациях с подобным климатом, возможно, состоялось при условиях внешней катастрофы, которая в свою очередь привела данные места к подобным температурам. Либо вынудила людей пойти в данные локации подальше от некого события, и, соответственно, проживающие на них людях попросту остались там по тем или иным причинам. Или же это возможно при искусственном заселении с сопутствующим внешним техническим сопровождением, логистикой и прочим, обусловленном, скажем, добычей ископаемых, стратегической важности территории или иного рода мотивацией для подобных внешних выливаний. Так как в противном случае поддержание жизни как таковой в данных условиях – это просто контрпродуктивно. А закончить главу хотел бы таким интересным явлением в обществе, когда некий класс, так скажем, людей, которые употребляют какую-либо жилость, но, как они выражаются, редко и при этом считают себя веганами. Ну, типа, знаете, я же не часто, я иногда ем, очень редко. Это, проводя какие-то аналогии, можно сказать, вы знаете, я убиваю, но очень редко. Я же не убийца, правильно? Я же не часто это делаю. Нет, наверняка, если смотреть на это с математической точки зрения, то, возможно, это и так. Наверное, можно сказать, что лучше меньше, чем больше. Но, говоря про этическую сторону вопроса, как-то тут уже не совсем вяжется. Да и вообще, в последнее время, все это зеленое движение как-то поднабрало оборотов. Несмотря на то, что изначально оно всячески высмеивалось в СМИ, сериалах и так далее. Я сам это лично все наблюдал. Ну, видимо, как обычно, получилось из серии «Не можешь победить». Возглавь. Так вот, иной раз встречаются люди, которые, может, чего наслушались, может, еще что, думают, что если они немного посидят на такой вот диете, то произойдут у них какие-то невероятные изменения. Чуть не чудесные излечения или еще что-то исключительное. И думаю, что подобное, конечно, в некотором смысле присутствует. Но, кстати, иногда бывает и совершенно обратный эффект, когда ты что-то делаешь и, ну, так скажем, страдаешь. И получается тут чего-то негативного от того, что ты себя сам изводишь, намного больше, чем позитивного от того, что ты получаешь. И понимаете, основная суть, как я ее вижу, лежит не в повторении какого-либо процесса, а в осознанности и причинах его соблюдения. Обычные копирования и подражания не награждаются, не знаю уж по каким таким жизненным, природным или божественным законам. Это походит на то, когда ученик списал у кого-то в тетрадке решение, и ответ задачи приносит учителю, а тот ставит двойку. И ведь вроде если взять две эти тетради, то написанное в них совершенно идентично, но итог совершенно противоположный. И пусть у нас глава нерелигиозной направленности, однако эти мои слова о пользе и том, как же все это работает, пожалуй, лучше всего выразил апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Я уже приводил ее часть несколько ранее, полной же его цитатой предлагаю закончить эту главу. И если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Обычно в конце повествования принято озвучивать какие-то выводы, подытожить, так сказать, сказанное и привести его к общему знаменателю. Но данное видео само по себе является этим знаменателем, выводы, выборы, размышления и прочее. Это уже, как я и говорил ранее, ваша забота, посему не вижу смысла излишне затягивать и без того долгий выпуск. Знаете, я услышал как-то интересную мысль о том, что там, где заканчивается животное, начинается человек. Если уж сравнивать, найдя какой-то общий знаменатель, то животные, ведь они по сути как дети. Кстати, интеллект у них в среднем в районе 5-6 летнего ребенка, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, плюс-минус. Они доверчивые, иной раз как дети, бывают жестокие, если вырастают в определенных условиях. И они, если хотите, более чувственные, более открыты, чем люди. И если уж к детям природы, в которую, согласитесь, они вписываются намного более удачно, чем люди. И во всей этой флоре и фауне их присутствие смотрится намного гармоничнее, чем человеческое. И если мы к ним относимся с такой жестокостью, какой-то больной звериной кровожадностью, тем, кто к этому не заслужил от слова совсем, как мы сами к себе-то будем лучше относиться. Ведь зачастую мы в наших собственных же глазах имеем куда больше причин для ненависти. Их реально сотни, микро- и макро-разногласий. Помимо прочего, они еще накладываются одно на другое, ну и так далее. Говорил уже, но повторю мысль. Думается мне, пока человек не пересмотрит свои взгляды на применение своей власти и силы подобным образом, пока не изменит основу этого фундамента отношения к ним, что значит в реальности то, что в первую очередь он должен изменить себя, в обществе едва ли произойдут какие-то реальные изменения. Но даже если однажды свершатся изменения, которые повысят общий уровень осознанности, реально они на словах, будьте уверены, что как следствие, рано или поздно и отношение к братьям нашим меньшим изменится. Ведь если, так скажем, считать этот некий общий настрой большинства социума в целом, то ведь мы хотим найти тот реальный корень проблемы, из-за которого мы все живем не так, как хотим, и не так, как могли бы. И мы думаем, где же этот прогнивший корень проблем, лежбище зла, и как бы его срубить или вылечить, чтобы это действие реально и в идеале навсегда перевернуло игру в противоположную сторону, потому что чувствуется, что что бы мы ни делали и как бы мы ни старались, ничего, совершенно ничего фундаментально и на длительную перспективу не получается изменить, будто мы пытаемся все время исправить некий механизм иллюзии, которого в действительности нет. И все это происходит лишь по одной, как мне видится, причине, потому что корень нашего положения в нас самих. Да, возможно не полностью, но его основная часть именно в нас. Ведь раз основная масса социума – это и есть фундамент, следовательно, он и есть этот главный корень, а значит для того, чтобы нам стало лучше, прежде всего, изменять надо нас самих. И раз уж мы хотим фундаментальных, глобальных изменений, то и менять мы должны соответствующие этому желанию, фундаментальные, глобальные основы и привычки. И думается мне, что первое и главное, что нужно сделать и пересмотреть свое отношение к двум вещам – жизни и смерти. А для этого, возможно, надо сделать самую малость – всего лишь открыть глаза. Глаза нормальной, здоровой, человеческой совести и милосердия. Для начала хотя бы к более слабым. К тем, чья жизнь зависит от нашего выбора. И, возможно, со временем, такими же глазами мы, наконец, научимся смотреть и друг на друга. Вне зависимости от нации, религиозных или политических ориентаций, исторических разногласий и так далее. И кто знает, может быть тогда и тот, от кого зависят наши жизни, посмотрит на нас таким же взглядом. На этой лирической ноте, извольте откланяться, очень надеюсь, особенно в этот раз на вашу поддержку данному видео, лукозавры, репосты и прочие манипуляции крайне приветствуются. Также, как и всегда, выражаю отдельную благодарность меценатам канала, друзьям, спасибо большое за вашу поддержку. Если кто-то захочет пополнить эти ряды, все ссылки, как всегда, в описании. Будьте добрее и, надеюсь, до новых встреч. Всем удачи.